Действительно, тема – это не просто важная, и не просто каждый сталкивался, а тот человек, который считает, что у него паразитов никаких нет и не было, и эта проблема высосана из пальца, он глубоко ошибается, и я настоятельно рекомендую послушать то, что я сегодня буду рассказывать, потому что потом вы меня поблагодарите, я уверен, за то, что вы сегодня услышали. Это крайне важно для тех, кто еще не в теме, а я хочу наперед сказать, что тема – это крайне важно и жизненно важна каждому человеку для понимания. Вот после сегодняшней лекции моей я уверен, что вы будете знать лучше любого врача эту тему, и будет, если врачи у экрана, или же вы потом эту лекцию дадите послушать каким-нибудь докторам, это будет еще полезнее. То есть, возможно, доктора смогут спасти жизни, так сказать, и маленьких детей, и каких-то взрослых, и продлить на долгие годы жизни, срок жизни человека, потому что, значит, паразиты скрадывают у нас и долгие годы жизни, и качество жизни, и сегодня вы узнаете, как, что, почему, то есть я отвечу на все эти вопросы. Регламент у нас будет такой. Сначала я вам покажу, буду показывать слайды, я буду рассказывать о паразитах, всех тех вот пунктах, по пунктам, что было вам выслано оповещение, потом я расскажу и презентую продукты, которые я сегодня предложил вам, хочу предложить, и потом я буду отвечать на ваши вопросы. Обязательно оставайтесь до самого конца, то есть на все вопросы по ходу того, что я буду рассказывать, и у вас возникнут какие-то ко мне вопросы, я отвечу, давайте договоримся так, что вначале, вот как я буду рассказывать, вы ничего не пишите в чат, я все равно это не увижу, не посмотрю, и наверняка какие-то вопросы у вас просто сами с собой уйдут, а какие-то новые добавятся, и поэтому разумно будет записать и записывать по ходу того, что я буду говорить на себе, на блокнот, бумажку, так сказать, вот те вопросы, пометки делать, а потом в конце уже задать, я обязательно на них отвечу. Что ж, ну и давайте, наверное, не терять время, я, пожалуй, переключусь на слайды, вы сейчас их увидите перед собой, я проверю, что вы их видите, и тогда начнем. Так, ну, если вдруг вы их не видите, Евгения мне скажет, но я полагаю, что их видно, начнем мы с самого начала. Так, одну секундочку я скорректирую здесь, чтобы все это было, как я полагаю, качественно видно, ну, наверное, вот так. Так, ну и, пожалуй, начнем непосредственно по теме. Итак, дорогие друзья, вообще в мире существует много, более 300 видов гельминтов, паразитов, червей, но не все паразиты черви, хотя правильно называть именно, если мы говорим о паразитах, все-таки именно гельминтов. Сейчас я пару слов про классификацию скажу, что просто корректно мы владели обоюдно понятивным аппаратом, это очень важно, просто для грамотности общей, а то люди некоторые насекомых не считают за животных, если такие люди. Так, поэтому, так вот, но в России распространено около 70 видов паразитов, и самых опасных, и самых широко распространенных порядка, ну, 15 видов. Есть они везде, в воде, где человек, где животные обитают, везде вообще. Ну, и следующие группы самые вот распространенные, круглые черви, трематоды, да, к ним относятся соскориды, острицы, самые распространенные, особенно у детей паразиты, да, лосоглав, трехинеллы и так далее. Ленточные черви или цистоды, это свиной бычий цепни и прочие, прочие широкие лентецы и так далее. Ну, и плоские черви, трематоды, это уже апистархоз, это, так сказать, вот, клонархоз, китайский сосальщик, там, и печеночный сосальщик и другие. Вот, значит, теперь, что очень важно еще здесь сказать. Но, если говорить о классификации, то паразитарные организмы могут быть вообще не строго паразиты, то есть геременты черви, а вообще паразитарные организмы, которые паразитируют, они могут быть наружные, это слепни, комары, пиявки, вши, то есть вот чисто по внешнему, так сказать, нахождению на человеке. Внутренние, это гельминтозы, как раз тут самые и круглые, и плоские черви, да, и так далее. Вот, это могут быть бактериозы, то есть уже бактерии, то есть, соответственно, простейшие организмы, стафилококи, стриптококи и так далее. Протозоидные, так называемые, одноклеточные, лямбли, амебы, трихомонады и хламидии и прочие. Ну и микозы, то есть грибковые заболевания, это всевозможные кандидозы, это, так сказать, и поражение грибами астергилию с черной плесенью, либо тритисом с серой плесенью и так далее, и так далее. Ну и что касается по месту пребывания на теле хозяина, они делятся на кишечные, то есть, кстати, сразу скажу, что те паразиты, а именно глисты, которые мы говорим, это совершенно не только проблема кишечника и вообще желудочно-кишечного тракта, потому что это было бы очень просто удалить их все из организма, а многие находятся в личиночных и прочих промежуточных стадиях своего развития где угодно в организме, и на глазном дне, например, как таксокары собачьи аскорида, например, обитают в определенной личиночной стадии своего существования. Это могут быть и мышцы человека, это и в том числе и хинококи, и прочие трехинеллы и так далее. Но об этом я позже еще подробно буду рассказывать. Ну и могут быть вне кишечные гельминтозы. Это, соответственно, вот как раз то, о чем я сказал, что в органах, в тканях, даже в головном мозге. Ну вот, это значит, да, я понимаю, может быть противно кому-то через силу, потому что, знаете, есть такая пословица «узская мудрость», да, народная пословица, это предупрежден, вооружен, вернее, поговорка. Вот, и готовься они летом, и хочешь там мира, готовься к войне. Так вот надо знать своего врага в лицо, чтобы знать, во-первых, что сделать, чтобы предотвратить, ведь если мы как страус голову в песок зароем, ведь мы не решим проблему. И об этом надо думать, то есть там противно, непротивно, это вообще никого не волнует, и вас не должно для себя самого волновать. Вы обязаны это знать. Итак, пару слов скажу, покажу вам вот такой круг пути заражения, в том числе через переносчиков, насекомых, грызунов, кстати, не только и домашних любимых животных, кошек, собак, но об этом чуть позже. А пока скажу про очень важную вещь, про печень. Вот почему я хочу сказать сейчас про печень. Во-первых, да, но это главное, это, во-первых, очень серьезные лаборатории, биохимическая станция нашего организма, это фильтр нашей крови. Значит, 80% всей крови, идущей от кишечника, идет непосредственно, в первую очередь, к печени, потому что туда идут питательные вещества, то, все, что мы съели, они перераспределяются, происходит биосинтез белков в печени, например, плазмы крови и так далее. Ну и более 500, там более 500 биохимических реакций разных. Ну так и вот, не мудрено, что многие паразиты живут в печени. Почему? Потому что там много питательных веществ, такие, как аписторхи, например, которые заражаются до 80-90% населения западной, восточной Сибири, все, что восточнее Урала. Это 80% поражения населения, потому что рыбу едят, рыбу едят соленую, малосоленую, копченую, так сказать, слабосоленую, и это, соответственно, приводит к тому, что аписторхи, а рыба там поражена почти вся, начинает хариусов, муксунов, там до пеляди, что ни назовем, так сказать. Так вот, хочу подчеркнуть сразу очень важный момент. Значит, лечили раньше паразитов декарисом, например, препарат такой. Ну вот сейчас это уже давно достаточно выяснилось, и доказано абсолютно, что это вызывает рак крови, например, пользование препаратом декарисом. Причем острицы лечили, например, да и лечат сейчас, пирантелом еще такой препарат, пирантел, он крайне ядовит. Вот крайне вермокс, например, разрушает просто печень, просто разрушает печень. А трихопол, который применяется от простейших, ну, скажем так, он вызывает часто гепатит. Вот, глистов, очень важное правило, хочу вам сказать, переключу пока на другую схему. Вот как из колодцев, из воды, кстати, если вода плюс 6 градусов и выше, то лямблии там будут обязательно, вот эти вот одноклеточные организмы. Я в конце сам вам про них расскажу. Так вот, глистов, надо знать золотое правило, нельзя убивать в себе, кроме исключительных случаев, когда по-другому нельзя, их надо гнать из организма. Так вот, соответственно, потому что если они будут погибать в вас, то они будут гнить, это белки, а иногда это, если это, допустим, ленточные какие-то, широкий лентец, допустим, то масса червей может быть и килограмм, и два, если это происходит, просто человек может погибнуть от и общего заражения крови, от иксикоза страшнейшего, от выхода из строя фактически печени почек. Это бывает в некоторых редких, но случаях, но бывает. Так вот, ну а, значит, что еще? Никакого голодания второго правила при паразитах. Многие слышали о лечебном голодании, это хорошо и правильно, и допустимо, но только не в тех случаях, когда есть паразиты. Поэтому сначала надо обследоваться, либо пройти антипаразитарную программу, общую, комплексную, а потом уже тогда можно голодать, особенно длительные. Речь идет, конечно же, не про один-два дня, нет, речь идет про 10-20 дней и так далее. Вот, значит, теперь надо помнить, паразитов нет в прямой кишке. Они всегда обитают там, где есть пища и есть возможность питаться. Вот, если в доме животные, то надо обязательно соблюдать жесточайшие правила гигиены, как, собственно, их надо соблюдать и в любом ином случае. Мешает что? Дегельментизации. То есть, что мешает тому, что мы убираем паразитов из организма. Мучное, то есть вообще любые крахмалы, сахара, мясо и вообще животные белки. Это надо есть, прекратить хотя бы, кто ест на период антипаразитарной программы, подготовки к ней и самой. Значит, очень большое количество детских болезней вызывается именно паразитами. От дискинезии желчеводящих путей, причем это, кстати, и при лямбле их часто бывает, потому что паразитируют в общей желчной протоке, в панкреатическом, поэтому панкреатиты и так далее. В частности, могут вызываться некоторыми паразитами, такими как анкилостома, например. Так вот, эпилепсия, хронический панкреатит, все, что я сказал, это могут быть гельминты, то есть не обязательно, но могут быть. Это то, на что надо проверять в любом случае, когда есть какие-то подобные подозрения и проблемы. Конечно, гельминты любят все питательные вещества. Их, как я уже сказал, в печени находится самое большое число, то есть концентраты, это витамины и прочие, и тем более витамин В12. Кстати, скажу сразу, что вот тот самый любимый витамин В12. Часто дефицит бывает ведь не только у вегетариан, веганов, сыроедов. Нет, он может быть дефицит у любых людей по причине того, что если есть те паразиты, которые либо пьют кровь, такие как аскориды, до тех, которые непосредственно высасывают питательные вещества из кишечника, как, например, ленточные черви, так не мудрено, что будет дефицит В12, чтобы вы не ели. Поэтому это имейте в виду, когда будете кому-то или кто-то вам будет говорить о проблемах, связанных с В12, так сказать, витамином, кто, так сказать, не потребляет продукты животных. И вот, пожалуйста, на схеме показаны через домашний скот, через собак, цикл двойной, промежуточные хозяева здесь являются домашним животным, конечным человеком. Хотя бывает по-разному, мы об этом дальше поговорим тоже. Значит, теперь заражение паразитами. Ну, это мы на примере аскорид-астрис подробно сейчас разберем, но скажу лишь, что могут поражаться слизистые организмы, и глаза, и рот, и нос, промежность, жзут, чесотка, страдает, конечно, кожа. Вот. Уже в 5-8-месячном возрасте. Ну, и, конечно, это могут быть, и вообще, это даже если сразу не проявится в серьезных патологиях и проблемах, то это вызывает истощение, в том числе, например, поджелудочной железы. Ну, и потом это может приводить к неожиданным, в кавычках, конечно, диабетам, опухолям и так далее. Так, теперь давайте посмотрим... Ну, астрицы я вот сейчас еще не буду переключать. Давайте вот еще последний. Вот место дислокации технических паразитов. Вкратце, симптомы, признаки. Мы потом, конечно, подведем итог и подытожим все, что я сейчас вам рассказал. Но пока надо знать, что целый ряд симптомов, признаков говорят и прямо, и косвенно наличие в организме паразитов. Ну, например, какие? Ну, например, вот в желудочно-кишечном тракте. Это запоры, диарея, тошнота, рвота, головные боли. А в связи с этим может быть или потеря веса у кого-то, головокружение, так сказать, вот слабость, быстрая утомляемость. Также симптомами, ну, кстати, быстрая утомляемость и прочее, это может быть еще потеря, быть бы 12. Но опять-таки она может быть по причине наличия в организме паразитов. Ну, кстати, дальше я буду рассказывать по конкретным видам, и вы поймете, что это у вас было. Вы поймете, что это было у кого-то, может быть, у детей. И хорошо, что вы поймете, потому что на будущее вы будете просто знать, а это уже, как говорится, большое дело. Также какие симптомы, может быть? Ну, которые, на первый взгляд, вроде бы не говорят о паразитах напрямую, по крайней мере, связать это трудно. Это отечность, кашель, насморк. Детский гельминтоз в серьезных формах сопровождается, кстати, задержкой в развитии. Во-первых, потому что не хватает ребенку питательных веществ. И во-вторых, потому что паразиты живут в нас, они выделяют яды, токсины, которые, соответственно, при невозможности вывести их вовне, накапливаются в нас, они в любом случае травят организм и, так сказать, вот задержки в развитии, различные расстройства памяти и прочее могут быть. Так, значит, вот именно из-за развития, из-за высокого содержания токсина. Теперь еще общее одно правило. Большинство гельминтов, не все, но большинство, являются гемофагами. То есть они питаются кровью хозяина, ну, в данном случае человеческой. При этом, как я сказал, теряется В12, при этом снижение гемоглобина. И, кстати, сразу скажу, есть врач, который видит у ребенка, ну, даже у взрослого, но у ребенка-то уж в любом случае, дефицит, то есть железодефицитную анемию, недостаточно гемоглобина, то он или железо, низкое содержание. Если этот врач не говорит, что срочно надо проверяться на паразитов, просто идти, это первым делом. А назначать какие-то там непонятные препараты, железо и прочее, то есть, ну, понятные, но тем не менее, это, ну, я, конечно, извиняюсь, но это просто непригодность. Первое, почему может быть дефицит? У него вообще не должно быть дефицита железа, если ребенок или вы едите хоть когда-то зелень, салаты, яблоки, этого вообще быть не может. Но если есть, то это наличие паразитов. Как правило, это 99,9%. Значит, а это, потому что это приводит к потере крови. Ну, например, одна аскорида маленькая высасывает 30 мл в день крови. Так вот вы посчитайте, если 10. Ничего удивительного. Ну вот, а если анемия плюс глистная инвазия, наличие токсикозов различных, то это, конечно, приводит к задержке физического развития детей в том числе. И, конечно, как проявление еще побочной, это аллергические реакции. Это на коже псориазы, высыпания, это попытка организма через вот уже невозможность выведения всех ядок и токсинов через лимфатическую систему. Попытка вот в местах, где крупные лимфоузлы, локтевые суставы, прощеки. Это как раз там, где есть крупные лимфоузлы, проявляются вот эти кожные проблемы. Но это не с кожей проблемы. Это проблемы либо грибкового характера, либо паразитарного. Так, хорошо. И теперь давайте перейдем с вами, не теряя уже времени, к первой группе. Это у нас острицы. Значит, кто это такие? Это круглые черви, нематоды, как мы с вами уже говорили. Значит, вот острицы. Самое распространенное заболевание. Называется энтербиоз. Они малюсенькие, буквально один сантиметр и меньше. Значит, живут они в слепой кишке, в нижних отделах тонкого кишечника и в верхних отделах толстого кишечника. Значит, дети с 3 до 6 лет, это 80-90% все это имеют. Какие характерные признаки? Скрип с зубами, по ночам особенно. Это 100% признак. Не 99, а ровно 100. Второе, это если слюни текут на бок, вот текут слюни у взрослого, неважно. У ребенка это точно. Значит, это единственный паразит, который передается от человека к человеку непосредственно. И этот цикл может быть вечный, пока не прерывать его. Жесткими правилами гигиены, правильными, только безопасными, я вас умоляю, безопасными методами избавления от паразитов. Но мы дальше поговорим про это. Значит, их в крови не бывает. Они размножаются только в кишечнике. Выходят на... Ну, значит, соответственно, как происходит? Яйца откладываются самками остриц. Они выползают. И занусы откладывают где-нибудь на постельном белье, на пижаме, так сказать, там, на кожу. Ну, и, соответственно, это может рядом попадать, разноситься. Кстати, мухами, тараканами, я уж извиняюсь, у кого есть, так сказать. Просто, если куда-то на какие-то шерстяные или иные вещи, и, так сказать, потом они яйца, очень долго хранятся. И, соответственно, потом происходит инвазия спустя долгие дни и месяцы. И вот, кстати, примерно до 80 и более процентов витаминов, например, они просто съедают. У ребенка, может быть, даже у маленького ребенка до одного килограмма остриц. То есть, буквально там их сотни тысяч. От ребенка к ребенку легко передаются, потому что одна самка – это сотни тысяч яиц. Они питаются человеческой нашей пищей полупереваренной. И вот как происходит процесс размножения? Ночью, примерно ближе к утру, поэтому, особенно ночью, вечером уже начинается, могут быть зуд, часа циональные отверстия. Вот самки выползают с заднего прохода, они откладывают яйца. Ну вот, а утром бывает, особенно у детей, самый сильный зуд. И, значит, сразу одно из правил гигиены здесь для детей, конечно, самое главное. Ну, это, так сказать, спать надо в пижамах, их надо часто менять. Просто не если, так сказать, вдруг есть такие поражения. Надо постоянно и кипятить, и отпаривать. И утюгом проглаживать. Потому что яйца хорошо прилипают к мягким игрушкам, к белью. Ну и, соответственно, да. А если у зуд, то покраснение. Вот ребенок чешет, под ногти попали еще яйца, он в рот понес, вот вам повторное заражение. Яйца, значит, анализуют, не всегда показывают. Я поясню чуть дальше, почему не всегда. Потому что правильно их надо брать, а врачи сейчас неправильно в основном это делают. Значит, как я уже сказал, живут в толстом кишечнике, но могут заползать в тонкие и даже верхние отделы, то есть 12-перстную кишку. Такое тоже бывает. Вот. Ну, что ж. Значит, итак, потом к ребенку приходят друзья. Так и переносятся это все в детский садик, карантин, а дальше, так сказать, кто-то заболел в этот момент, он, его не провели, значит, дегельминтизацию. И он пришел, ребенок опять заражает все. Через пылесос, ну, правда, кроме современных, где через воду, либо нанофильтры. Так вот, надо понимать, что, значит, яйца, вообще цикл идет 21 день. Вот. Цикл идет 21 день. Это надо учесть, запомните, ну, будем считать 3 недели, да? Вот. Какие здесь признаки? Конечно, кашель, слабость, насморк. Это вот, значит, бывает, что вылечишь и проходят эти симптомы. А так вот вроде перманентно. То постоянно есть, то вроде вылечил, а не то лечат в основном. Ну, вот. Значит, у детей, конечно, вызывает это пластивость, тошноту, такой, знаете, аппетит. Хотя, кстати, при этом может быть очень активный, то есть есть хотят, просят. Вот. Но после еды сразу как бы плохо. Вот. То живот побаливает, например, то подташнивает. А часто бывают острицы с лямблиями, когда острокишечные проблемы проявляются. И, кстати, если острицы д плюс лямблии, а заражение при том, что руки в рот, песочница или где-то, это почти 100%. Так вот вместе комбинации вот этих простейших организмов лямблий, паразитарных простейших, и остриц, они, конечно, становятся однозначной причиной вот именно физического, психического заторможения развития. В том числе, кстати, речи. И вот такие дети часто мычат, врачат, вот гу-гу-гу, там до трех-четырех лет, так сказать, и даже дальше. Вот. Ну и аллергии, как правило, преследуют, но это не обязательно. Значит, что, какие могут быть проблемы? А вот тот самый ларингоспазм, это может быть у нас коридозный и остричный. Это так называемая вот эта атака. То есть, когда приходят со врачом трахископию делают, то есть, задыхается ребенок, приезжает в скорую помощь, не знает, что делать, трубку в трахею реаниматологи вставляют, а то, может быть, просто летальные исходы, кстати, бывало и часто, мне даже так бывало, звонили, я говорю, вот так и так, значит, потом. И вот бывало вставляли оттуда просто паразиты, то есть, вот просто острицы высыпались просто, или аскориды, потому что определенная стадия личиночная там может быть. Но это, как правило, аскоридная, именно я говорю про трахею. Вот. Значит, дело в том, что паразиты многих видов передвигаются в определенной личиночной стадии по лимфатической системе, в бронхе, в трахее, вызывая кашель постоянный. Вот. Лимфовые узлы могут быть забиты личинками многих круглых червей, например. Так вот, про анализ на аскориды обещал сказать. Так вот, соскоб должен быть сделан на глицерин. До анализа, до обследования ребенка нельзя подмывать. Палочку нужно засовывать глубоко, это должен быть глицерином, на глицерин глубокий соскоб. Значит, не каждый день астрийцы, то есть, извините, аскориды, да? Ой, астрийцы, разумеется, мы сейчас об астрицах говорим в основном. Так вот, они не каждый день вылезают, спускаются для развития, циклы существуют. Поэтому, соответственно, надо учитывать и делать 3 через 5-7 дней соскобы, чтобы точно убедиться. Но это просто, если есть желание обследоваться. А вообще, в принципе, это не обязательно, потому что есть просто методы, которые позволяют, в частности, астриц на 100% обезвредить, чтобы они ушли из организма. Но, опять-таки, это надо, обработка в течение месяца должна быть. Были старые методы, примитивные, но они тоже работали, когда, например, еще 70 лет назад это делали, как, например, дети 1 сентября в школу приходят. В обязательном порядке им берут, дают раздавленные, ну или там молотые семена укропа по столовой ложке, запивая водой. Ну, а на следующий день дети друг перед другом хвалятся, что у них там повыходило. Хотя это метод такой, так сказать, ну не комплексный, не абсолютный, но очень неплохой. Так же, как и тыквенные семечки дополнительно, они очень хороши, как антигейминтное средство, но, безусловно, это не, так сказать, решение вопроса. Ну, хорошо. Значит, ладно, со стрийцами более-менее понятно. То есть, это вот еще раз говорю, если определяться, обследоваться, то три раза подряд через 5 дней где-то, 5-6 дней, глубокий глицерин должен быть соскоб, вот, подмывать ребенка до этого нельзя. Так, теперь, что касается следующего слайда, вот он такой страшный. Ну, так сказать, бояться я еще раз говорю, не надо. Вот тонкий кишечник внизу показан, когда полностью забитый аскоридами. Вот сердце, это фотография, это не муляж, это не, так сказать, фотошоп. Ну, это, теперь я вам расскажу про этот второй по значимости, важности для понимания. То есть, я как бы это пытался, так сказать, вот от самого важного к менее, хотя на самом деле все важно. Да, я расскажу о главных сегодня опасностях, о том, что, ну, почти 100% населения, вот, так сказать, нужно предостеречь. Ну, во-первых, аскоридоз у человека тоже представляет, как вы поняли, нематодное, потому что к нематодам относятся глистное заболевание. Оно сопровождается миграцией личинок по всему организму, ну, как вы видите здесь на слайде, да, и последующее развитие взрослой стадии, последней, конечной, происходит в кишечнике. Значит, заболеваемость более 100-150 миллионов в год, ну, по миру, значит, людей. Это только такие минимальные, официальные, то там, где можно обследовать людей. Как вы понимаете, Индия, Китай, это мы, так сказать, вообще про это не говорим, кроме городов каких-то там отдельных. Итак, 20-40 сантиметров размер, достаточно большой, взрослых особей. В толстом кишечнике они поселяются, в толстом. Значит, если они выходят вдруг, то, если они сытые выходят, ну, когда гонят какими-то средствами их, то они всегда красные. Запомните это, я объясню потом, почему так важно. Если розовые, они выходят такие, бледно-розовые, то это они голодные. А почему? Они пьют кровь, поэтому красные выходят, если они сытые. Кровь, они просто, так сказать, ну, сразу наперед давайте, ладно, чтобы потом... Если они вдруг белые выходят, белые, похожие, паразит, то это не аскорида, а таксокара. И тут надо иметь в виду, потому что там некоторые другие особенности надо учитывать. Так вот, если сами выходят вдруг, без всяких там препаратов, то запомните, это не то, что вам повезло, потому что они выходят старые, полумёртвые, так сказать, которые отжили уже свой срок, что-то, или мёртвые. Вот. Одна пара, а размножаются они, если в организме так кому-то повезло, в кавычках, и там и сам присомест попали, они размножаются в организм человека. Если пара, пара одна может дать полмиллиона яиц. Цикл 21 день. Это очень опасный гельминт. Значит, хотя напрямую от человека к человеку заразиться нельзя. Вот. Питаются они кровью, как я уже сказал, откладывают сотни тысяч. Вот представьте, яиц, да? Значит, взрослые живут в кишечнике. Живут они срок жизни до полутора лет. Вот. Ну и оплодотворение, соответственно, взрослыми особями происходит в кишечнике человека. Если, конечно, встретятся самки и самцы. Значит, как происходит зараза в почву, а потом потребление зелени, что выросло, ягод, немытых. Ну, практически однозначно приведёт к этому. Вот. Немытые овощи, ягоды и прочее. Далее. Значит, вот малину кто моет? Ну, почти никто. Плохо. А на землю ягода падает. Кто-то ел? Ну, я не буду говорить, что это такое. Песочницы. Тоже всё понятно. Если в глубинах где-то организм взрослого вспомерла, то, соответственно, она окружается коконом. И так могут образовываться некоторые опухоли. Поэтому гнать их надо, не дожидаясь, как в одном фильме перитониты говорили. Ну, это я так, образно. Так вот. Хотя, кстати, перитонит, аппендикс, воспаление вызывают определённые паразиты. Как раз об этом мы сегодня тоже поговорим. Чем обрабатывают? Что врачи применяют? Ну, декарис в основном. Кстати, он был создан для аскорид. Но его почему-то по невежеству своему врачи выписывают даже против астриц. Ну, это, так сказать, плохо. Да, но я уже говорил, что вызывают эти препараты и рак крови. Вирокс, кстати, вообще только до 30% паразитов может уничтожить. Вообще нет, запомните. Запомните, нет ни одного, я имею в виду 30% особей, находящихся в данном организме в данный момент времени. И нет ни одного химического препарата, который бы не был крайне опасен, в первую очередь, для почек, печени и костно-системы, костно-мышечной системы, особенно костей. Еще запомните такую простую истину. В природе есть все, средства любые, то есть есть все, что позволяет вылечиться и все, что позволяет не заболеть. Итак, правила гигиены. Предположим, попадает яйцо в рот, потом в желудок, потом в складки, как бы ныряет. И вот, соответственно, если вылупляется личинка, даже уже здесь, то в кровь поступает, в воротную вену, подальше в печень. Там живет в лимфатических узлах, там развивается. И по венам могут, по лимфатической системе, вверх в легкие. Куда? В систему лимфоузлов. Там идет вторая стадия развития, примерно 2-3 недели. Они разгрызают дальше лимфатические узлы, и личинка уже выходит, так сказать, в легких бронхах, начинается кашель. Кашель, который, возможно, приступами удушья, так сказать, сочетается с температурой, с наспорком. Иногда это месяцами, вот кашляет человек, а он уже от всего пролечился. И тут не надо хвататься за антибиотики, это бессмысленно. Значит, если человек отхаркивает, понятно, то он с мокротой попадает уже в желудок обратно. Там уже прогрызает стенки кишечника и, так сказать, или прикрепляется, присасывается к ворсинкам слизистой. Ну, это уже, конечно, в кишечнике. И сосет кровь вот до примерно 40 миллилитров в день одна штука может быть. Был рекорд зафиксирован у одного человека до 150 взрослых особей одновременно. Ну, вот так вот. Значит, поэтому полстрады страдает анемией. Конечно, какие еще, помимо анемии, вот годами люди живут, вот эти проявления. И, собственно говоря, гемоглобин понижается. Да, причем, так сказать, 15 лет, может быть, или 10, или 20 человек, там, 80-90 гемоглобин. И что, и, так сказать, а все делают, что врачи советуют. Ну, потому что есть одна проблема, которую они просто не устранили. Потому что если человек устраняет причину, а есть причина всегда, то, устранив причину, соответственно, проблема уходит. Ну, и вот вам вариант пути. Первый путь миграции в мозг. В головной мозг, да, это возможно, это и есть. Например, в носоглотку, через носовой проход. А это можно, соответственно, через уже гортань, значит, попадать. Так вот, носоглотку, внутреннее ухо, дальше в мозг, это самый короткий путь. А второй через сердце, как вот видели на разрезе, значит, в вену против тока крови идут. По бронхиальным вена в мозг, пожалуйста, так тоже попадают. Ну, и на глазное дно, в принципе, хотя это в основном тексакара, собачья аскорида, к которой мы сейчас перейдем, могут вызывать и слепоту, и слоение сетчатки. Иногда бывает, что вываливаются глаза, такое бывает, особенно при тексакарозе, вот как раз. А дело в том, что там много бета-карокина на глазном дне, и вот тексакары, в частности, питаются. Ну, это я забежал вперед, хотя это тоже аскорида, правда, другой вид, собачья аскорида. Заражение происходит через любимых животных. Значит, ну, и взрослые особи любят сладкое, поэтому если вы очень любите сладкое, прям вообще, вот прям не можете, то очень высокий процент. Теперь смотрите, заражение, я имею в виду, что вы зародились, шансы. Вот песок, песочницы, дети играют. Вот майский день, или там апрельский уже, снег растаял, пыль высохла, поднялась. Но вместе с этим растаяют и фекалии собак, и других, и диких в том числе. И вот этот ветер несет и яйца. Вот вы заглатываете это, или дети ваши, они более низкого роста, это на низкой высоте от земли еще больше шансов. Вот в том числе яйца вместе с пылью их. Ну, вот, соответственно, это просто практически гарантированно, что это так и произойдет. И в общей сложности для развития взрослой особи необходимо 70 суток. Вот, ну, при благоприятных это условиях быстрее происходит. Вот, значит, сохраняются паразиты. Яйца имеются под снегом, жизнедеятельность сохраняют, поэтому проявляются вот уже по весне. Теперь, значит, что, в чем основная опасность? А это страшное снижение иммунитета и ресурса организма растрачивания очень высокое. Тяжелые осложнения, которые могут вызвать вплоть до непроходимости кишечника, закупорки, желчных протоков, до серьезных пневмоний, пневмоний бронхиальных, так сказать, проблем. Ну и хронический холецистит, пожалуйста, панкреатив, то есть все, что связано с поджелудочной железой, ну и с общим желчным протоком. Так, что касается этой болезни, то есть по симптомам она хоть исходна с другими вазями и глистными, но характерные признаки все-таки есть, которые еще раз стоит повторить. Частые приступы, например, боли в животе, которые внезапно появляются, внезапно проходят. Это бледность кожи, которая может быть, может не быть. Иногда она с желтушностью, может быть, это значит, что уже есть проблемы с желчным протоком общим или, соответственно, с желчным пузырем. Масса тела ниже, чем это, в принципе, по нормам должно быть. И снижение аппетита, отвращение к еде может быть, тошнота, рвота. Могут быть запоры, жидкий стул постоянный. Изредка в калии могут появляться. Ну аскориды, это уж совсем понятно все. Кстати, скрежет зубами во сне тоже может быть и от этого паразита, не только от астрицы. Плохой сон может быть. Ну и так называемые кишечные инфекции, когда вроде вот мы на них пеняем, ну тут на самом деле группа факторов работает, в частности и это. Ну вот. Значит, есть, конечно, анализ на аскорид медицинский. Это капрологическое исследование. Однако яйца глистов в калии можно выявить. Опять-таки, лишь в кишечной фазе болезни, а не в личиночной. И, соответственно, фекалии собирают, ну понятно, там все стандартная сдача, но это не факт, что попадете на, так сказать, именно вот цикл. И вот поэтому вот таким вот образом. Хорошо. Значит, давайте так. Я не рекомендую химические препараты здесь применять. Есть вполне природные, ну уже что-то сказал, все скажу дальше. Разберемся тогда практически с тем же, но не совсем. Вот таксакара, собачья аскорида. Так, я вот переключил. Ну, в принципе, давайте вот на схеме посмотрим. Вот вы видите, вот они попадают через там собак, ребенок играет, вы играете, гладите кошечку-собачку, потом руки в рот, непомытые, с ногами принести на ковер, на коврик в прихожую, а потом дальше выходите уже босыми или в тапочках, так сказать, а дальше кто-то плюхается на диван и понеслось. Вот это несоблюдение правил гигиены. Но, тем не менее, я переключу на таксакару, вот как она выглядит, я вам про нее сейчас вкратце расскажу. Значит, очень часто, как я уже сказал, детские площадки, песочницы от собак – это вот все то, что есть, значит, поражение. Приступы бронхиальной астмы тут в первую очередь в легких мозгу живут поджелудочной железе. Значит, это серьезные заболевания вызывают, поражения серьезные. Значит, мы, люди для них, с вами мы – это тупиковый хозяин, конечный хозяин. Есть промежуточные – это собаки, ну и другие животные. Значит, этот паразит опаснее и аскариды, и остриц. Похожи они внешне на аскарид, но меньшего размера. 10-15 сантиметров, не 20-40, и они белого цвета, они розовые и не красные, как аскариды. Врачи часто их путают с маленькими аскаридами, а это взрослые тексакары. То есть это аскарида собак, собачья аскарида. Так вот, у бродячих собак, сразу вам скажу и обрадую, может быть, это 90-100% поражений. Значит, соответственно, через них могут передаться, через общие места выгулы с вашими собаками. И, естественно, перейти уже в квартиру, в дом и к вам. Как я уже сказал, приступы бронхиальной астмы – это номер один показатель. Бронхиальная астма часто развивается на этой почве. На рентгене не видно личинку бессмысленно, потому что от наших родных тканей ее не отличить никак. Очень любят бета-каротин, поэтому на глазном дне как раз много этих личинок в определенной стадии. Они туда переползают. Ставят, бывает, диагноз онкология. Глаз удаляют. И, кстати, 50% таких случаев, примерно 50, это как раз не онкология сама поседе, а именно таксокары. Ну и жить они могут везде, от мозга до суставов, то есть мигрируя в разные части организма. При этом нет кровотечения у человека, что важно. Почему? Потому что они просто раздвигают клетки. Видите, какой у них тонкий ланцетовидный кончик, так сказать. Он хорошо маневрирует между клетками, их просто раздвигая. У нас в организме они не размножаются. Значит, невозможно их определить по калу. Имейте это в виду. Вообще невозможно. Мигрируют они по сосудам, по генам, куда угодно. Ну и вызывают дискинезию желчеводящих путей, бронхиальную астму, как я уже несколько раз повторил и не повторил, и еще раз повторю. Нейродермиты различные. И, кстати, запомните, если у ребенка или у вас нейродермиты, но вы при этом на токсокароз не обследовались, то любые диагнозы просто недействительны. Это, конечно, должны знать не вы, а врачи. Но, к сожалению, так сказать, понятно. Как у Пушкина учили чему-нибудь и как-нибудь. Да и учиться надо всю жизнь. А лень наша с вами порой и врачей доконает. Ну, в общем, ладно. Так вот, любые осложнения, в принципе. И, кстати, аппендикс. Вот так вот. А поджелудочная, пожалуйста, панкреатит. Сантематика. То есть симптомы могут быть просто любые, фактически, которые я перечислял выше. Значит, от личинок избавиться очень сложно. Потому как, если они в мозгу или на глазном дне, то это практически нереально. Хотя, например, сразу скажу, что такой старый способ, очень действенный. Есть такая дурман-трава. Вот ее в сухом виде. Раскаливали сковородку на огне либо на газу. Ну, это не важно. Раскаливали без масла, конечно. Сыпали щепоть размолотый дурман-травы. И шел такой сильный с характерным запахом дым. Им дышали прямо над сковородкой. Примерно до помутнения рассудка не надо доводить, но уже до первых симптомов. Ну, там секунды какие-то. Ну, 40 секунд, может. И из глаз прям слезы, все. И выходили прямо паразиты. То есть прямо выходили. Это именно тексокары. Это старые, еще старинные русские, так сказать, еще там столетними методами так поступали. Значит, она откладывает в почву до 250 тысяч яиц. Значит, живут до года. Кстати, в организме до года могут жить. Личинка мигрирует по крови в печень, легкие, куда угодно, я уже говорил. Легко и просто. Боли никакой не будет у человека при этом. Никаких ощущений. Ну, а созревшая личинка идет в кишечник. И дальше уже из кишечника, это варианты, могут и в гортане, и в носовой полости, и в легких перейти в дыхательные пути. Возможно, такое тоже может быть. Так. Значит, если они попадают в участки центральной нервной системы, то могут наблюдаться всевозможные нейрологические нарушения, которые сопровождаются даже изменениями в поведении, такими как ухудшение памяти, затруднительные какие-то затруднения в чтении, допустим, книг. А могут, кстати, быть, в частности, дети очень, напротив, гиперактивными. Не остановить, не угомонить и так далее. Значит, какие правила гигиены? Я вообще сейчас об этом, наверное, сразу скажу. Ну, во-первых, кстати, не есть ничего с огорода, если вы, конечно, вот можно есть, если вы туда никакого навоза годами не вносили. Ну, хотя бы пару лет, да, свежего. Ну, или там перепревшего, я имею вообще навоз, вот нового. Ничего. Если там нет, не бегают домашние или дикие животные. Значит, мыть руки надо после не только земли, всегда надо мыть руки. Дверную ручку потрогали, ну, если вы, так сказать, перед едой, то надо мыть по-любому. Это правильно и всегда, без исключения. Если в машине едете, делайте, как я это делаю. У меня в кармане пузырек со спиртом, пластиковый, который не прольется. Этот спирт на руку, растираются, кончики пальцев рук, все, потом они сами испаряются, даже салфеткой протирать не надо. И детям, если в машине поесть захотели что-то, и, так сказать, вот и всем, я советую так делать. Теперь, значит, если какие-то вот растения, салат или что-то, то 1-3% раствор, ну, сода не так действует. Ну, сильная щелочь убивает, но долго, там надо экспозицию полчаса делать. А вот уксус, например, полпроцентный или процентный раствор вполне хорош. Вот, пожалуйста, это можно. Так, теперь, что касается животных, то это гигиена постоянная. Коврики дезинфицирующие мыть. Постоянно вообще минимум, ну, как не водить по улице? Вообще собаки должны, конечно, жить за городом. Это, конечно, извращение, что в квартирах держат люди. Ну, ладно, тут уж мир с ума сходит, детей нет, зато собаки есть. Ну, ладно. Постоянно пылесосить, дезинфицировать. Значит, озон очень хороший в общих местах скопления, прихожих, в общественных местах озонировать. Есть сейчас озонаторы уже нового типа, где карбоновые щетки применяются. Это без окислов озона. И тогда можно находиться внутри помещений при рабочих озонаторах. А старого типа озонатора, конечно, находиться нельзя. Ну, спирт уже это сказал. И, конечно, глажка, протирка спиртом также дверных ручек периодическая и прочее, прочее. Особенно с пенобелья постельного и нательного каждый день, когда идет антигельминтная обработка. Вот. Ну, к чему еще, кстати, серьезные гельминтозы ведут? А к истощению запасов микроэлементов в организме. Какие? В первую очередь меди, калия, марганцы, цинка, селена, магния, кремния. Потому что, например, анкилостомы, у них зубы кремниевые. Я вам потом покажу на фотографии. Нарушение кровотворения может быть? Да, гормональный сбой, конечно. Нарушение проницаемости сосудов может быть? Безусловно. А инфекции проникать, когда они протыкают стенку сосудов, вот, допустим, в кишечнике, слизистые аскориды, и просто там уже микроранки. Потом на новое место переходят на новые. Укол за уколом. Могут инфекции попасть уже от бактериального и грибкового характера? Могут, так и попадают. Так вот. Ну и, конечно, страдает иммунная система. А значит, противораковая защита организма. Понимаете, какая штука? Вот. Ну, хорошо. Значит, что касается там всяких вермокс или какие-нибудь ментозол там и прочие препараты. Это, конечно, в самых пиковых ситуациях, в самых, вот прям, чтобы ничего нет, ну, я, честно говоря, почти допустить такое не могу. То есть, все-таки надо идти натуральными методами, там уже есть свои препараты, так сказать. Есть и лист черного ореха. Это только, я просто боюсь даже сейчас, я понимаю, кто-то из вас, ну, так скажите, скажите, мол, что же именно, что же именно. Во-первых, я все-таки в конце подведу итог, скажу, но дело в том, что я боюсь говорить урывками и боюсь говорить что-то конкретное без общего системного комплексного подхода, потому что отдельно какой-то взятый даже препарат, он порой вне системы, когда меняется образ жизни, питание, хотя бы на период антигермогельминтной обработки, режима дня, а это очень важно все, препарат, комбинации препаратов. Вот если это все не делать, то это неправильно, причем еще важно, необходимо принимать энтеросорбенты для ассорбирования и выведения из организма в помощь лимфатической и другим выделительным системам нашего организма те вещества, которые будут яды, токсины при этих чистках забирать на себя, понимаете? То есть, это комплексно, а иначе могут быть последствия, так сказать, ну, нехорошие, так сказать, скажем так. И нагрузка на печень, на почки, зачем это надо? Так, ну, давайте дальше, ладно, значит, вот я показал вот этот вот цикл, как бы, это понятно. Вот волосоглав, это тоже круглые черви, поэтому, собственно говоря, мы о них сейчас тоже поговорим. Значит, паразит этот из класса круглочервей, он является возбудителем серьезного заболевания, которое называется трихоцефалез. Значит, где он, ну, он, скажем так, по широте распространения занимает, можно сказать, третье место в мире после аскоридоза и энтробиоза, то есть заражением астрийцами. Особенно характерен для южных регионов страны, хотя не только. Значит, они маленькие, 45-55 миллиметров, поэтому они тончайшие, как нить, как вот, тончайший нить, как волосок, поэтому так и называются. Резкое утолщение к заднему концу идет, это связано с тем, что там, значит, вот в нитевидном отделе расположено ротовое отверстие, а длинный пищевод идет, и все остальные органы в заднем утолщении как раз находятся, поэтому вот так. Человек заражается трихоцефалезом при заглатывании яиц, употреблении в пищу грязных, нестерильных овощей, фруктов, ягод. Некоторые сыроеды, например, очень любят не мыть, чтобы, так сказать, вроде бы 12 получить. Сразу хочу сказать, у меня скоро выйдет про B12 отдельная лекция, у меня в блоге ее на моем канале YouTube, вы ее увидите. Это будет поставлена точка в этом вопросе, то есть чтобы уже вы вообще никогда не занимались данным вопросом, просто знали конкретно вам, в вашей ситуации, что стоит, что разумно делать, как поступить. Но скажу, что вот как раз то, что точно B12 не содержится в почве просто так, а только в той почве, где есть навоз, скажем так, или помет животных, потому что только вырабатывается B12 специфическими бактериями, которые симбиотические, они живут в кишечнике животных, в том числе нас с вами. Но не будем углубляться в эту тему, а то много о чем можно говорить, а нужно о главном. Так вот, яйца в лосоглавы переносятся с мухами, имейте в виду, почему еще меня в свое время дедушка, я уверен и вас. Строго-настрого мухи на столе не должно быть, еда закрыта, все от мух, марли, чем угодно, чтобы мухи не попали. Но не только, с землей, с пылью, сухие, жаркие, особенно дни. Значит, где он паразитирует? В слепой кишке и начальных отделах толстого кишечника. Соответственно, длительность жизни в организме человека составляет, запомните, 7 лет, очень долго. Все это время паразит повреждает кишечник, протыкивая все новые и новые участки. Значит, своим вот этим уточенным тонким концом стенки кишечника он протыкает, питается он кровью, как аскорида. Ну, как подобно пиявке, если так скажем, да. Но слизистые кишечника постоянно травмируются. Раны, туда проникают микробы, токсины и провоцируют развитие воспалительных процессов, вторичных инфекций, грибковых. В том числе колонии кандиды именно так часто утверждаются в толстом, например, кишечнике. Ну, и происходит повреждение мелких сосудов, особенно артерий. И эта проблема, во-первых, там постоянно образуется вот этот белок, который делают дыки, протрамбины, холестерин. И там кровоток постепенно замедляется. Это приводит к атрофии некоторых участков, так сказать, к перерождению клеток. Ну, и, конечно, вплоть до онкологии. И, конечно, приводит к анемии. Анемии, безусловно, анемии, железодефицитные в первую очередь, в частности, от лосоглавы, безусловно. Может быть. Значит, токсины, это влияют их на органы системы организма человека, в целом на организм, на любые системы. Сильное влияние оказывает, в первую очередь, на нервную систему. Ну, и, кстати, что касается… Да, самое, кстати, распространенное заболевание. Вот тут вот, которое провоцирует лосоглав, я особенно акцентирую. Самое сложное, самое распространенное – это аппендицы. То есть, это не то, что там семечек поел или что-то и проглотил там. А это потому, в основном, в основном на 95% это то, что именно есть лосоглав. Хотя некоторые другие паразиты тоже могут быть, о чём я говорил выше. У детей в сочетании с бактериальными инфекциями может стать выпадением причины выпадения прямой кишки. Если с бактериальными – с тропитококки, с тафилококки и прочее. Значит, самка одна откладывает каждый день до 3,5 тысячи яиц. Они с фекалиями попадают в украшающую среду. А дальше, так сказать, соответственно, куда-то в ту среду, где, так сказать, вот можно привести пример с водоёмами, с застойной водой и так далее, и так далее. Так, хорошо. На месте укусов вот эти язвы. Язвы – это бактерии. Подводим итог по этому разделу, что называется. Это вирусы, это грибковые поражения, это интоксикация, расстройство нервной системы, это анемия, соответственно, и дефицит B12 в частности, и так далее, и так далее. Значит, какая ещё проблема? Да, в том проблема главное ещё, что без симптомов он на очень долгое время могут протекать эти заболевания, то есть никаких симптомов вроде бы явных нет. Вот. Ну, а потом быстро катастрофический характер принимает болезнь. Кстати, очень часто, и сейчас это точно ясно, вообще потом уже симптомы могут быть схожи, например, с болезнью крона, такое автоиммунное заболевание, или неспецифическим язвенным колитом. Когда его ставят, а на самом деле его, слава богу, нет, но есть вот эта проблема. Сильная боль в животе, диареи, с примеси крови, слизи, потеря аппетита – вот это вот характерные симптомы. Надо на ранних стадиях желательно проводить лечение. А вообще, дорогие друзья, я вам проще скажу, вот то, что я буду вам рекомендовать до ответов на вопросы, но после вот этой моей лекции, да, я вам просто всем людям, это золотое правило, рекомендую два раза в год проходить антигельминтную обработку, только безопасную. Если вы будете вермоксом декарисом проходить, то если не рак печени и крови, то очень серьёзные проблемы гарантированно лучше этого не делать. Так, хорошо, давайте дальше, потому что сейчас побыстрее, а то у нас, так сказать, с вами, ну, я могу… Моя лекция, потом, если вы захотите, посмотрите мою лекцию от 13 мая 2014 года, у меня в блоге yufralov.ru найдёте, потому что там я более подробно это рассказываю, 4,5 часа вот в таком же темпе, вот да, тогда там прям ещё более подробно. Захотите, посмотрите, а мы пока кратко дальше. Трихинеллы – это тоже к роду круглых червей, заболевание трихинолёз. Ну, что тут можно сказать, малюсенький самец там до 2 мм, как правило, полтора, при ширине 0,04 мм, как правило, самки там 1,5-1,8 мм, вот. Ну и, значит, жизненный цикл в организме проходит более 70 видов млекопитающих животных и человека, в просвете тонкого кишечника половозрелые самки паразита рождают именно прям туда огромное количество личинок, которые стоком крови разносятся по всему организму и закрепляются они, запомните, и вы, наверное, слышали об этом, в поперечно-полосатой мускулатуре, то есть в мышцах. Как правило, диафрагмы, поэтому дышать очень тяжело при поражении боль, именно при движении мышц, руки, ноги, двигаются страшная боль. Вот это характерный признак. В спокойном состоянии боль утихает, ее нет. Жевательные, глазодвигательные мышцы, порой необычайные страдания приносят поражение личинками, которые оседают вокруг себя, создают в мышечных тканях человека капсулу. Она покрывается со временем извести, известью, ну, как бы кальцием, и она может существовать много лет. И ничем ее убрать невозможно, ничем. Делают просто вплоть до операций. То есть ничем, ну, как вы уберете, там человек в первую очередь умрет, а не это существо, так сказать. Тем более через эту капсулу из ковы вообще ничего не пройдет. Но они могут на какое-то время успокоиться, что называется, в стадии латентной находиться. Цикл развития продолжается, когда, ну, скажем так, пораженные мышцы съедают какие-то животные или человек. Ну, мясо. Человек вот говорит мясо. А что такое мясо? Это мышечная ткань трупа убитого животного. Вот человек питается трупами убитых животных, а именно мясом. Если, конечно, кишками не питается кто-то, мало ли, значит, ну, или органами какими-то, это уж совсем. И, ладно, и вот он поступает в организм, особенно со свининой. Охотники заражаются с медвежатиной или другими животными дикими. И вот личинки попадают в тонкий кишечник и вырастают до взрослых особей. Заражение человека, то есть, соответственно, трехинеллой может произойти при употреблении, как я уже говорил, пищи. Мясо любых диких животных, свиней, в первую очередь домашних. А из диких это вот все, что я, кабаны и все, что хотите. Источниками заражения, кстати, и промежуточными, и хозяевами, и конечными могут являться и волки, и лисицы, и енотовидные собаки, бурсуки. То есть, вот все, что хотите. Острый гельминтоз, значит, человеком реквитающих вызывают они страшные. Они очень опасны, скажем так, имеют такое серьезное медико-социальное значение, потому что часто по радио Петлинин даже объявляют, вот в таких-то местах трехинеллой или на рынке попалось и вот столько-то больных. Ну, а что вызывают? Ну, лихорадку серьезную, мышечные боли, отеки лица, кожные высыпания, высокие, так сказать, вот показатели элозинофилов в крови, да, в общей анализе. Ну, это вообще при любой инвазии, глистной, выше трех уже задуматься надо, если выше пяти, сто процентов, какие-то паразиты есть. Это по анализам крови, по общим, обычно. И элозинофилы общие, так сказать, да, вот если выше пяти, все, значит, есть точно что-то. А при тяжелых течениях поражения могут вызывать миокарда, потому что, ну, так сказать, мышцы, это же тоже мышцы. Могут там они? Могут, конечно. Легких диафрагм, я уже говорил, пожалуйста, центральной нервной системы, да. Это смертельно опасный гельминт. Значит, ну, скажем так, кому это грозит? Людям, которые любят мясо есть, окорока, грудинку. То есть, как бы вот сама природа говорит, что люди, не ешьте то, что создано вообще-то не для вас. Вы никакие не хищники. У вас когтей нет. Ноготки, которыми можно где-то поковыряться и очень легко сломать. Зубки ваши не способны перегрызть и оторвать сухожилия. Мышцы мяса сырое там, значит, с волокнами, со всеми сухожилиями не способны. Поэтому вот грудинки, колбасы мясные, а тем более свинины какие-то, так называемые деликатесы, все вот про тех, кто, так сказать, вот хочет заразиться. Ну, не хочет, конечно, но все равно может заразиться трехинелл и очень даже может. Значит, вот. Невооруженным глазом невозможно, потому что, ну, практически 0,5 миллиметров. И определить это точно на срезах, тем более, как сейчас это определяют, тоже очень сомнительно. Значит, ну вот, даже термическая обработка сильная, солонение, копчение мяса, запомните это, не приводит к уничтожению личинок, поскольку оболочка капсул состоит из извести, и это как термоволокно, как вот та самая базальтовая вата, которая применяется при утеплении слоев труб для систем вывода газов от дровяных печей, например, да. Вот. И чрезвычайно она прочна. Личинки трехинелл необычайно устойчивы ко всем внешним воздействиям. Они очень легко переносят не только высокие температуры, но и низкие. И они стаются даже жизнеспособными в химической агрессивной среде. Ну, не во всей, не в хлорке, конечно. Ну, то есть в любых тех средах, что в первую очередь умрет человек, а потом, а это вот, будьте уверены, они выживут. В среднем капсулы могут находиться вот эти в подобном состоянии до 20 лет. Да, дорогие друзья, до 20 лет. И ждать своего часа. Ну, вот еще раз говорю, сама природа нам говорит, ну, не ешьте то, что не предусмотрено просто по логике человеческой, по здравому смыслу для питания человека. Хорошо. Итак, про симптомы сказал, про последствия сказал. Ну, медицина, конечно, тут уже, тут вот уже я скажу, да, тут уже нужно. Там, конечно, вермокс назначают, но это, так сказать, так, совсем по поверхности. Доназначают вермокс, например, по 0,3 грамма в сутки, как правило, детям, там, в дозе 5 миллиграмм на 1 килограмм веса тела. В три приема после еды в течение 7-10 дней подряд, в зависимости от тяжести болезни. Ну, и чтобы побочных аллергических реакций не было, обычно дают антигистаминные разные средства. Вот, противоаллергическая, то есть терапия, например, бруфеном там или вальтореном там и так далее. Хорошо, это понятно. Вот, предназолон, например, дают в дозе от 30 до 80 миллиграмм в сутки, или 6-10 миллиграмм, например, там, ну, например, дексаметазона, например, тоже может быть вполне. Вот, и вообще, поскольку острое воспаление, которое может быть и тонкой кишечникой, и, значит, различные отеки, мышечная дистрофия может быть, это не полный список последствий. И, собственно говоря, здесь летальность, вообще вам скажу так, она оценивается порядка 30%, смертность пациента. Ну, и тем более здесь, если уж вы будете, не дай бог, конечно, вот этот вермокс и прочее потреблять, то нужны препараты, которые поддерживают печень и почки. Артишок, там, например, это может быть, скажем, расторопши, безусловно, который является самым сильным гепатопротекторным средством, например, размалывается в кофемолке по столовой ложке 3 раза в день до еды, за 20-30 минут, за час до еды потребляется, запивая водой. Но, опять-таки, это не панацея, это просто дополнительные меры, которые вы, как бы, и жесткая диета, никаких животных белков, никаких тяжелых пищ, орехов, жиров, зелень, проростки. Это может быть, так сказать, если уж там вареные, в крайнем случае, какие-нибудь на пару овощи, там, допустим, и только крахмалы не потребляйте, потому что вареные крахмалы засоряют, заклеивают фактически печень. Вареные крахмалы – это что у нас? Это вот, так сказать, ну, в первую очередь, рис, картошка, хлеб, булочные изделия. Ну, вот добрались мы с вами, дорогие товарищи, до анкилостомы. Вот это ее крупные кремниевые зубки, вот они видны хорошо. Это тоже нематоды, класс нематод. Вот они, возбудители, анкилостомы. Итак, вообще, это два вида, на самом деле. То есть, если уж так говорить, кривоголовка и никотора. Ну, их как бы вот в общей сложности называют анкилостомы. В общем, никотоды именно, никоторы, извините, они провоцируют как раз развитие специфической своего болезни, которая никотороз называется. Ну, и анкилостомоз – это вот кривоголовка. Значит, ну, где-то, значит, они маленькие, 11 миллиметров, 18 миллиметров в этом диапазоне. Но о безопасности не говорит их маленький размер, а заражение вообще очень интересное. Ну, например, во-первых, конечно, с грязными руками, немытыми овощами, фруктами. Значит, без обуви по земле человек может ходить и просто анкилостома вгрызается в кожный, прогрызает этими зубами кожу человека, все ее слои, попадает в кровь и идет, соответственно, куда она идет. Об этом сейчас мы поговорим. Ну, во-первых, где? В желудочно-кишечный тракт, тонкая 12-перстная кишка. Ну, если кривоголовка, например, оказывается практически сразу там при заражении, то так как человек заглатывает вместе с пищей, то вот некоторон, например, приходится проделывать достаточно долгий сложный путь, прежде чем она попадет в кишечник. Все начинается с того, что личинки, некоторые просто, они привлекаются теплом человеческого тела и они самостоятельно внедряются, как я уже говорил, прогрызают кожу, мигрируют по кровеносной системе, кровь приносит их в легкие, через воздухоносные пути микроскопические вот эти паразиты попадают в гортань, отхаркиваясь в желудочно-кишечный тракт, где размножаются и растут, получая все питательные вещества из крови хозяина. И уже через где-то месяц личинки всех видов анкилостом превращаются во взрослые. Особи живут 3-5 лет. Где живут? Ну, живут, во-первых, в верхних отделах тонкого кишечника. Яйца с фекалиями попадают в почву или куда там они идут. При благоприятных условиях, ну, соответственно, из них вылупляются личинки, происходит повторное заражение. Значит, даже через неповрежденную кожу, еще раз, при контакте с почвой, растениями, когда дети голые лежат на земле, катаются, а вы говорите про естественность, это, конечно, естественно, но я вам говорю объективные вещи, вы подумайте уж сами, как дальше быть. И вот при контакте с почвой, почвой, растениями, вот это и происходит. Ну, а при употреблении овощей и фруктов, так сказать, тоже, конечно. Особенно подвержены, знаете, кто этому? Сельхозработники, которые, ну, допустим, занятые на земельных работах, да? Да, и, так сказать, дети, конечно. Так, теперь, потеря крови на одному анкилостому может составлять от 0,1 до 0,3 мл в сутки, но поскольку их может быть 20-30 тысяч, тогда, считайте, это 300-600 мл крови в день может терять человек в сутки. Анемии, как следствие, кашель, то есть, видите, сколько уже паразитов может вызывать анемию. А врачи говорят, ешьте мясо, печень, ну, это просто, вот я не хочу выражаться нецензурно, но вообще-то стоит. Значит, теперь, анемия, кашель, насморк, так сказать, постоянные, анализ на ицеглист вообще ничего не даст, не делайте. Ну, в этом смысле. Это впустую. Значит, теперь, в лабораториях есть анализы вообще только на трёх видов глистов, по большому счёту. Так что это бессмысленно. Так, хорошо, про эти кулыки понятно, как грызаются, понятно. Значит, какие могут быть симптомы? Ну, например, сердечные, то есть, сосудистые пневмонии могут быть, естественно, охриплость, трохиит, лихорадка. Например, через там неделю, 2-3-4 после заражения начинает, как правило, беспокоить больных. Общее недомогание и боли в животе. Ну, они могут носить вначале острый характер, напоминая более приязвенные болезни, а затем уже вот сглаживаются. В результате человек думает, что он выздоровел, а на самом деле это не так. Ну, и вот через некоторое время от потери крови постоянно у человека развивается анемия. Ну, а дальше слабость. Чувствует разбитым, усталым, одышка, шум в ушах, потеря аппетита. А наоборот, иногда бывает и повышается, когда как бы организм дает команду, есть как можно больше, чтобы, так сказать, вот хоть как в какой-то мере восполнить недостающие питательные вещества. Ну, а бывает, знаете, что очень характерный признак при этих поражениях? Человек хочет съесть несъедобные как бы вещи. Золу, кирпич, глину, уголь. Бывает и мыло. Ну, в общем, вот такое бывает. Так, не будем дальше останавливаться долго, потому что у нас следующая группа, а нам надо еще много чего успеть. И не так много времени еще осталось. Вот, а нам еще ответы на вопросы. Поэтому ленточные черви пройдем быстрее. Ну, что здесь надо сказать? Ну, давайте вот про этот широкий лентец. То есть это дефилоболутриоз заболевания. Оно вызывается широким лентцом. Вот как он выглядит. Вот членники. По большому счету заражение источником является заражением рыба. Он вырастает до, вдумайтесь, 4-7 метров. А рекорды, которые были зафиксированы в музеях некоторых, хранятся 20 метров. Живет он в тонком кишечнике. Живет он, внимание, до 30 лет. Состоит вот из этих членников, которые могут отъединяться, оторваться и самостоятельно жить. Передвигаться могут по траве, вылезать. Если вылезают из организма человека, ну, сами дергать не надо. Оторвять у членники останется смысл какой. Так вот, передаются через рыбу. Опять-таки, посол до 2 недель. Это без проблем живет. Малосоленый живет. Сильно соленый погибает там через 2 недели. При, значит, минус 28 градусах в сутки и уже не будет жить. Погибнет. Но, тем не менее. Значит, где, в каких рыбах? А в леще, в плотве, щуке, налимах, в самах, пожалуйста. Вяленые рыбе до 2-3 недель сохраняются. Только супер заморозка. Ну, кстати, если они есть в организме человека, сразу автоматически сокращают они жизнь на 30-50%. То есть, считайте, 120 лет должны прожить, прожить 50-60. Высасывает питательное вещество постоянно всей своей поверхностью. Представьте, 5-10-20 метров. Что будет? Ну, а эти люди, кстати, очень любят мучное. Прям очень. Люди это много едят. Эти, подверженные этому, имеющиеся суши, любят. Массовые заморы рыбы видели на водохранилищах? Ну, вот это вызвано вот этим паразитом. Так, хорошо. Хорошо. Значит, я лишь скажу то, что лучше рыбу не есть. Мы все-таки с вами в реках-то не живем, не плаваем, как щуки или как дельфины в морях где-то. Нет. Мы живем в наземно-воздушной среде. Для человека питание – это идеальное питание, это живые плоды. Как когда-то и было, как когда-то даже и религии разные описывают. Но дело не в религиях, а в том, что это действительно истина. Что для высшего, так сказать, существа человека, высшее питание – это концентрат энергии солнца и минералов земли, это плоды. Это в идеале. Так, ну теперь, что касается… Скажу еще пару слов, что окончательным хозяином ленца широкого является именно человек, как специально бог, там боги или кто как во что верит, шутку такую сыграли. И вот в кишечнике зрелые личинки присасываются к стенкам и превращаются в половозрелые особи. Кстати, сразу, что анемия тут может быть? Конечно же, да. А дефицит В12? А однозначно. Вот. Ну и ухудшается состояние. Все тут понятно, что тут может быть. При таких-то еще выделениях этих огромных червей какие-то оксины человек получает. Вот. Хорошо. Цикл – это я не буду сейчас говорить, как личинки там в воду сначала идут в рыбу в первая стадия, потом она там хищные рыбы заглатывает. Ну, в общем, это все неважно, потому что мы просто… Ну, это интересно. Посмотрите мою более длинную лекцию. Сейчас просто на это время нет, иначе очень, так сказать, многое упущу, тоже хотелось бы. Но вот свиной цепень, свиной цепень. Тениоз заболевание называется. Человек заражается, соответственно, достаточно легко, если потребляет мясо. То есть, не только трихинолез, но вот, пожалуйста, тениоз. Значит, диаметр примерно до 10-15 миллиметров. Длинное такое тело, которое, так сказать, из множества членников состоит. Ну, не такое, как у широкого ленца, конечно, длинное. Тем не менее, заражение через пищу, загрязненную воду только еще к тому же может быть. Ну, кто работает на свинофермах, ловцы циклопа дафни в так называемых отстойниках. Кто, да? И вот эти цисистерхи, так называемые, могут стать осложнениями тениоза. То есть, человек сам себя заражает. Ну, как бы глист. Вообще-то выбирается вот… Знаете, как из кишечника в желудок как бы вот зрелые яйца. И вот происходит это при рвоте, когда у человека, так сказать, вон как бы вот позывы такие идут. И вот эти вышедшие зародыши из яиц попадают в кровеносные, потому что нужна кислота, чтобы они как бы стенки разъелись. И вот, собственно говоря, они выходят. И вот из яиц попадают кровеносные сосуды, из крови уже разносятся по всему телу человека. Врачи находили зародыши даже в глазах, в головном, в спинном, в мозге, в мышцах. И даже в коже. Поэтому через пару месяцев в зародышах появляются личинки, а мясо свиней – это вот главная причина. Ну, вот личиночная стадия, финна, это так называется она, свиного цепни. Значит, вот примерно как происходит, да. Ну, и что еще? Значит, очень характерно это для тех мест, где свиноводческие хозяйства или люди, так сказать, вот, например, на Украине или там южных районах России. Значит, в 10 месяцев яйца могут жить при плюс 4. В воде погибают только с 65-70 градусов при 3-5 минутной обработке при этой температуре, если они чем-то еще не защищены, то есть в свободном полете, что называется. Гигиена, ну, это вообще жесточайший. Собаки, кошки вообще не должны ходить на кухню. Там, а еще некоторые хозяйки фарш пробуют вот так на вкус сырой, это просто. Значит, что касается, я хочу еще предостеречь, вот я всегда в этот момент говорю, есть такое заболевание, тексоплазмоз. Я не буду сейчас это говорить, потому что это смесь такая, как бы, это не простейший нигельминт, это такое сложное заболевание вирусного и такого бактериального характера. Но вот если при беременности есть это заболевание, да, то ребенок может, у ребенка разрушается головной мозг, и он рождается с уродствами различными, и поэтому собак-кошек, по крайней мере, на это время надо отдавать и до зачатия. Вообще в идеале пройти антигельминтную обработку у семейной пари вместе обоюдно, однозначно. Что касается собак-хасок, например, они крысоловки, кстати, крысиный цепень есть, да, и так далее. Вот имейте это в виду. И кошки, и собаки, вот они являются переносчиками. А даже бананы и апельсины в трюмах идут из-за границы, а там крысы, да, вот погадили и так далее. А восточный базар, рассадник, а Индия, особенно йоги разные в Индию, радоваться жизни, это, конечно, хорошо, но та страшнейшая антигельминтная и антисанитарная, вернее, именно антисанитария, приводит к тому, что, ну, конечно, если мы говорим о традициях, то там есть, применяются специальные специи, комбинации тоже трав, которые в какой-то мере выгоняют гельминтов. И вообще там всё именно поэтому специями так обильно поливается, что то, собственно говоря, хоть в какой-то мере, да, так сказать, создать неблагоприятные условия, потому что там обстановка страшная, паразитарная. Вот, при заболеваниях цепнем этим проявляются сильные отёки лица. Кстати, у этих людей морщины такими крупными складками идут, это очень характерный признак, у кого много лет это развивается, такие крупные складки морщин. Как бы гримаса такая, знаете, ну, что ли, мигрени часто, вот. И, кстати, это заболевание создают полиартриты и почечную недостаточность. Ну и вот, кстати, их называют ещё глистами мозга, часто там, да, живут. Так, хорошо, есть специфические препараты типа прозиквантели или на его основе, или альбендазол, например, да, но, так сказать, ну, я даже, ну, в общем, в более подробной лекции я про это вообще подробно. Кто хочет, пожалуйста, может пойти по пути, так сказать, вот официальной медицины лечить так. И я ещё раз говорю, в некоторых случаях это действительно разумно, в некоторых, но в очень малых случаях, потому что, как правило, всё можно решить другим путем. Ну, вот крысиный цепень, я единственное, наверное, что скажу по нему, что заболевание называется геменолипидоз, вызывает вот этот крысиный цепень, который 10 до 60 сантиметров длиной и, так сказать, шириной маленький, он такой 2,4 миллиметра, вот, комплекс крючков таких там есть. И вот, а вызывают это крысы, мыши, поэтому, конечно, надо их, так сказать, ну, как-то от них себя обезопасивать. И вот тем более, что промежуточные хозяева до грызунов – это кто? Личинки, блок, тараканы – это вот как раз мучные хрущи, которые могут, ну, и другие насекомые. Часто летальные исходы от этого заболевания, поэтому я про него отдельно скажу и выделю, что вот, собственно говоря. Я подробно в другой, в своей полной лекции сейчас не имею возможности рассказываю о примерах, когда там девочки играют, например, с маленькими всякими крысками, мышками, приходят другие, куда-то мышка испражнилась там на белье или рядом, палец в руку, ну и, собственно говоря, да и вообще шерсть погладили и вот понеслось. Поэтому давайте так, это вопрос очень серьёзный, задуматься надо, да, ну, выводы делать каждый должен для себя. Значит, карликовый цепень есть такой тоже, хотя цепь немного. Болезнь называется гименолепидоз. Значит, это именно вызвано вот этим паразитом. Длина его крошечная, поэтому он карликовый, длина всего 2 сантиметра. Он один из самых маленьких ленточных. Паразит распространён среди детей младшего возраста очень серьёзно. Срок жизни всего, хотя 30 дней этого паразита, вот, он очень живёт немного, но его биология специфическая, она проходит в организме хозяина. Промежуточный хозяин всегда должен быть для этого паразита, вот, но, тем не менее, насекомые, жуки, блохи и так далее переносят. Значит, вот, ну, и стадии, опять-таки, проходят через онкосферу, так называемую, за 6-8 суток они превращаются в цистицеркоид. Это дальше развиваются в лимфатической системе и не только, например, в печени, в лимфоузлах. И через вот ещё 8 суток в результате, скажем, разрушения вот этих ворсинок выпадают в просвет кишки, то есть они там цепляются, а потом выпадают в просвет, и там заканчивается такая тканевая фаза, и начинается кишечная. И вот уже, когда человек становится окончательным хозяином, значит, 2 недели это общее заражение примерно, как я уже говорил, значит, и дальше при интенсивных инвазиях сильные такие проявления, это какие? Боли в животе, частая рвота, головокружение, судорожные припадки, обмороки могут быть, ухудшение памяти, бессонница. Ну и часто нарушаются функции печени, желудка, кишечника, ну и так далее. Значит, у детей, которые болеют часто этим карликовым цепнем, к основным жалобам на снижение аппетита, жажду, ухудшение памяти, присоединяются и потери веса, судороги, без потери сознания, что характерно, ну и более сильно выраженная анемия, ликопения и так далее. Значит, то есть там, соответственно, смотрите, по анализам крови это будет сразу видно, а врач нормальный всегда должен сказать. Вообще, я говорю, не надо допускать, но уж допустили, а допустили это как? Правила гигиены и неадекватное пищевое поведение. Ну а лечить, да, нужно, необходимо. Я, конечно же, скажу, как вообще можно пройти еще обследование на в целом, вы мне напомните, на паразитов, когда будут отвечать на вопросы вообще, если уж хотите пройти, это я скажу. Но, опять-таки, определяется не все. Так, хорошо, идем дальше. И бычьи, пожалуй, цепи, не сцепнее, наверное, все, но это через мясо. Как и большинство червей, этот серьезная опасность представляет особую тоже. Конечным, единственным хозяином является человек. Он считается самым крупным, 10 метров, нередкость, средний размер 9-10 метров. Обитает в тонком кишечнике человека, он к стенке крепляется при помощи 4 микроскопических, но очень мощных присосок на головке своей. В каждом членнике содержится, кстати, все необходимое для размножения. Плая, клавака, клака, семипровод, матка, то есть, вот, как бы, каждый членник это как отдельный организм. Вот эти вот, не сколь страшно, даже сам червь, как его финны, личинки, фенозное мясо, вот, это очень серьезная вещь. Многие люди даже в молодом возрасте погибали, думали, онкология, вот, собственно, эти финны. Что касается эхинокока, другого заболевания, вот, кстати, цикл очень хорошо тут показан, вот, на легких, видите, это ленточный тоже червь, но эхинокок, особенно альвеокок в легких, в альвеолах, так сказать, поэтому альвеокок, вот такие образуют грозди, это вот операции, вот легкие все, видите, в таких, как опухолях. Вот печень, пожалуйста, вот цикл, вот от домашнего скота, который сейчас очень так пропагандирует все-таки, так сказать, вот такое животноводство, так сказать, которое, кстати, в свое время, когда знания уже были потеряны природные от земли, а животноводство еще осталось, был очень сильный скачок в детской смертности и в низкой продолжительности жизни, а мы думаем, что всегда, вот, особенно в средние века, малые жили, нет, жили много, а умирали часто, ну, дети, да, это связано с несколькими факторами, но это тема отдельной, так сказать, дискуссии и отдельного выступления, а в частности, это вот неадекватного питания, заражения и сильного в 2-3 раза уменьшения продолжительности жизни, особенно если с несколькими видами паразитов человек заражен. Ну, значит, я, может быть, скажу только некоторые особенности, вот эти крупные финны. Был известен случай, когда, правда, в теле животного, надо сказать, была обнаружена финна весом 64 килограмма, но это, правда, животного, да, но тем не менее, значит, вот, тут могут пойти куда угодно они и в печень, и в головной мозг, и в мышцы, и в кость, куда угодно. Это из яйца выходит личинка, когда она вылупляется, онкосфера. Ну, я пропускаю некоторые особенности, они близки к поражениям других паразитов, вот. Тем не менее, носители, кстати, хинококоза, вот этого, да, полнеют очень сильно в области живота. Если вы видели такую часто картину, что живот, вроде бы, человек не такой уж толстый, но живот прям выпучивается вперед, особенно у мужчин, где лямка ремня и прям вываливается за лямку, вот будьте уверены, что это почти 100% есть хинокок. Ну, и вот, собственно говоря, так. Ладно, давайте так, далее у нас с вами, это у нас с вами, у нас с вами, ну, что-то такое, почему мы его нехорошо видим. Сейчас, а, ну, вот, собственно, тут показываются хинококовые вот эти финны. Ну, давайте альвеокок, вот примерно это по большому счету то же самое, очень часто просто легочные проблемы, да. Далее у нас идут, давайте быстренько разберем еще один класс червей, это все-таки трематоды надо, это плоские черви. Почему важно надо, потому что, вот почему. Начнем с шестосомоза и поймем. Значит, вот я вот для того, чтобы более наглядно увидеть, включу вот эту картинку, а тут уже заражение через водную среду. Итак, значит, эта болезнь вызывается шестосомами, глистами, которые относятся к классу трематод. Вот, они бывают нескольких видов, и наиболее распространенные поражения – это мочевой пузырь, толстый кишечник. Больной шестосомозом человек выделяет яйца с мочевой калом. И если это где-то купание в общественных местах, то вот, пожалуйста, вам показан цикл заражения. Через моллюска, трутовика, например, паразиты, они так же, как мной выше описанная анкилостома, прогрызаются, но только уже не на траве, а в водной среде, через кожу, и поступают в кровь. Ну, соответственно, при попадании, например, значит, уже в организм, кстати, не только. Естественно, при том, что можно заглотить воду, когда вы купаетесь где-то в пруду, да, безусловно, вот садоводы кидают шланги и поливают огороды. Можно заразиться? Можно, но в меньшей степени, тем не менее. Если не мыть овощи, фрукты хорошенько не мыть, а я советую их еще все-таки в 1% растворе уксусной кислоты подержать. Ну, и вот проникают под кожу, в кишечник личинки перемещаются по сосудам, по кровеносным лимфатическим сосудам, в различные органы ткани они проникают, и венозную систему в печень могут идти, и так далее, и так далее. Значит, приводят они к варикозному расширению вен, появлению кист различных. Доказана вполне уже связь между поражениями шестостом и мочевого пузыря, в том числе рака мочевого пузыря. Хотя рак мочевого пузыря еще характерен при заражении определенными видами грибковых инфекций. Ну, и она шестостом распространена достаточно широко. Ну, во-первых, регионы – это все-таки страны южные в основном, и это вся Азия, вплоть до пустыни Африка, там, Йемен, Ирак, Сирия и прочее, Иран. Но в Европе – это и Португалия, и Греция, и Кипр, и Америка – это Бразилия, Порто-Рико, Венесуэла, и юг Украины, то есть Украина вся почти, юг России. Это все очень характерно, имейте это в виду. Так, аписторхоз, я уже сегодня касался этой проблемы, это печеночный сосальщик, он относится тоже к плоским червям. Это очень опасное заболевание, которое, так сказать, поражает печень, а не просто попадая путем через съеденную рыбу, они, аписторхи, поражают печень, они просто питаются клетками печени, не кровью, они просто едят клетки печени. Она, конечно, очень быстро регенерируется, но это не вечный двигатель. Она поражает еще поджелудочную железу. И, значит, заражение колоссальное в западной, как я уже говорил, в Восточной Сибири, Приднепровье, и есть другие очаги, крупные. Питаются клетками печени, они очень маленькие, кстати, ну, как очень. Ну, вообще-то крупные могут быть до 5 сантиметров, так что не очень. Но вызывают что? Дискенозию и желчеводящие пути. Значит, конечно, анемии, железодефицитную и B12 анемию. Приводят к раку печени, поджелудочной железы. Значит, и если печень увеличена вдруг у человека, но значит, что он либо отравился очень сильно химическими какими-то веществами, компонентами, либо у него таксокара, либо у него аписторхи, либо анкилостома еще, может быть, конечно. У ребенка часто вызывают гастриты, колиты, панкреатиты, дисбактериозы, хотя это лямблии тоже могут вызывать. Ну, или аписторхи. А врачи лечат что угодно, только не от глистов. Говорят, ну, кал сдайте, так это бессмысленно. Цикл развития начинается с того, что яйца выделяются из тела хозяина, с фекалиями попадают в водоем, это животные могут быть, естественно. Вот, питаются они за счет своего промежуточного хозяина. И это улитки, дальше, так сказать, пресноводных рыб, елец, ясь, линь, платва, чего хотите там. И, кстати, замечали часто и охотники, промысловики на Енисеи и в других сибирских реках, что хариусы часто, когда, например, лиственницы падают в воду, прямо едят иголки. Потому что там есть вещества, которые в какой-то мере очищают высокие содержания паразита в организме. То есть, как бы, там есть вещества, которые являются антигельминтными, хотя это не панацея. Это всего лишь часть методики, правильной, комплексной. Так вот, ну, естественно, если недостаточная термообработка, то, вот, пожалуйста, вяленье и прочее, это все, так сказать, не считается. Значит, на ранней стадии это повышение температуры боли в мышцах, нарушение работы ЖКТ, аллергические реакции и, конечно, увеличение болезненность некоторых районов области печени. В поздних стадиях это боли под ложечкой области, в правом подреберье, боли могут отдавать спину, приступы такой желчной колики, когда, сродни, головокружение, головные боли, ну и, конечно, серьезные уже ЖКТ расстройства, бессонница, раздражительность и прочее. Значит, ну, скажу еще вот немножко, покажу, наверное, вам... Так, да, ну вот, пожалуй, вот, пожалуй, схема. Как раз вот она, улитка, бродяжка, дальше рыба заглатывает, вот, пожалуйста, так сказать, через животных может, непосредственно от рыбы к человеку или через животных. Ну, а вот еще легочный сосальщик, по сути дела, это тоже плоский червь, болезнь называется параганимоз. Это очень характерный паразит, значит, обитает он только уже не в рыбе, а в моллюсках и ракообразных, поэтому любители раков, так сказать, крабов и так далее, и моллюсков, имейте в виду, значит, не только человек, конечно, кошки, собаки и другие так называемые плотоядные животные, это вот переносчики. Основной путь, как я уже говорил, крабов рака, причем, уважаемые товарищи, вот та стадия, когда любители раков кунают и урт розовый, он уже, так сказать, вынимают, паразиты будут живы, имейте в виду. Дальше уже кому как повезет. Ну, аллергические реакции, кожный зуд, там, миокардит и так далее, это вот характерные вещи. Желтуха бывает, но не всегда, перитонит бывает. Значит, ну, тем не менее, вот дальше уже прогрессирует. А живут, да, кстати, я не сказал, аписторхи, например, живут в организме человека около 40 лет, взрослый, его сыт может жить. Эти тоже очень долго живут. И постепенно, постепенно организм изнашивается. Значит, мокрота, может быть, боль в грудной области, грудной клетке, мокрота, отхаркивание, постепенно кровь может при... Думают на туберкулез, допустим, причем примесь крови и гноя, например. Ну и сильная, конечно, лихорадка, как следствие, развивается, но это уже, так сказать, вторично. Вот, значит, итак, диффузный пневмолисклероз, например, за такие заболевания, как легочное сердце, которые, соответственно, знают не понаслышке те, кто, так сказать, либо этим занимаются, либо имеют эту проблему. И рак легких, рак легких тоже нередки. Случаи, когда в головной мозг они поступают, возникают серьезные энцефалиты, там, ну, так сказать, ну, вплоть до такого некого специфического энцефалита, да. И летальным исходом в данном случае тогда может окончиться. Так, цикл развития говорить не буду, захотите потом посмотрите. Вот единственное, что скажу, не все паразиты глисты, но об этом мы говорили. Вот лямблии, это уже одноклеточные. Вот они, лямблии, малюсенькие одноклеточные организмы, как жгутиковые такие. Вот, собственно говоря, собака гладит белочек собак и так далее, диких и прочее. Какие ряд мероприятий? Ну, немножко мы с вами, вот я тезисно, так сказать, тут скажу. Ну, во-первых, категории риска. Если вы или у вас что? Есть. Если вы купаетесь в реках, прудах, затонах, тем более там прудах непроточных, небыстрых горных речках, а, так сказать, это огромный риск. Если вы не моете руки перед едой с мылом в горячей воде. Если не потом сняли какую-нибудь одежду и, так сказать, вот не помыли руки вновь. Если вы все не обрабатываете либо кипятком, либо обдаете, либо дезинфицируете, это группа риска, ну, в частности, хотя бы там в уксусном растворе. Если, например, вы употребляете куриные яйца, то если вы их не моете с мылом и не обрабатываете в горячей воде, не моете фрукты. Значит, если гуляете босыми на каме по траве, если в семье, есть симптомы те, о которых я говорил, особенно острицы, зубы, скрежутся, слюни. Если собака, домашние животные вообще есть в семье. Если вы употребляете воду из колодцев, из непроверенных источников, а вода выше плюс 5 градусов, лямблии будут точно. Ну, плюс 6, вот так уж точно. Значит, ну, если вы вообще едите мясо, сало и прочее, любите, так сказать, вяленую рыбу, всякие там шашлыки, свинины и прочее, 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 то это, конечно, вот, соответственно, зона риска огромная. Прямо с грядки, если особенно с земли, не споласкивая, не обрабатывая, то тоже это зона риска. Сильная тяга к сладкому, запах неприятный изо рта при здоровых зубах, если живот вываливается, если, так сказать, бывает зуд в области заднего прохода, хотя это бывает еще при некоторых грибковых поражениях, но тем не менее. Если скрепите зубами во сне, наблюдается ли на течении, это однозначно, особенно по утрам, тошнота и прочее. Ну, и шелушение пальцев рук, кстати, сухости, может быть, это вообще может быть связано с дефицитом, например, витамина Е, А и, так скажем, жирных кислот, но тем не менее, вот с этим тоже. Беспокоит свое такое повышенное чувство голода, если это аллергические высыпания, хотя тут тоже грибковые поражения могут быть, но эти тоже. Значит, шелушение отечность в области век, хотя иногда это бывает вызвано демодекозом, это такой подкожный клещ, это тоже может быть вызвано этим, хотя и некоторыми поразителями. Ну, и слабость, вялость вообще, потому что, понятно, дефицит питательных веществ, железа и прочего приводит к слабости и так далее. Беспокоит непонятные симптомы такого желудочного дискомфорта, постоянный нарушен стул и прочее, хотя вроде никаких антибиотиков вы давно уже не принимали. Ну, и вот дефицит массы тела при хорошем аппетите, говорят, как у тебя, что глисты, но иногда это действительно имеет место быть, хотя некоторых, наоборот, разносят при некоторых паразитах. Ну, и хронические заболевания, в том числе суставы, бронхолегочные и прочее, когда врачи ничего не могут определить и поставить диагноз. Плохо чувствуете себя вообще, диагноз не установлен, вот о чем я говорил, и, так сказать, несмотря на то, что долго лечитесь, усилий прикладываете, никакой динамики нет. Ну, и непонятные лихорадки, мышцы, суставы, это уже, так сказать, трихинолез и прочее. Ну, что ж, дорогие друзья, теперь я тогда, значит, что сделаю. Я просто-напросто тогда сейчас попрошу нашу уважаемую, так сказать, организатора Евгению, что сделать. Я сейчас войду на ссылочку, которую вы, скорее всего, как раз вот и находитесь в этой группе в комнате, где чат. Сейчас я туда попаду. Для чего? Чтобы... И уберу сейчас, секундочку, презентацию, вы, наверное, меня сразу... Которую вы, скорее всего... А вы меня увидите. ...и находитесь в этой группе в комнате. Сейчас я туда попаду. Так, все, вот потому что там немножко с запозданием идет то, что я говорю. А теперь давайте сделаем так. Я сейчас попробую эту страничку еще раз перезагрузить. Евгений, вы мне, пожалуйста, скажите. Я вот не вижу, а знаю, что под видео, где наши зрители смотрят, где меня видят, должен выскочить сейчас баннер. Баннер, на который, если нажать... Пожалуйста, скажите. Я вот... Мы попадаем, соответственно, на продающую страничку, которую сегодня как раз мы решили презентовать нашим зрителям. И я хочу рассказать об этом, перейти туда. Да, баннер уже повесили. Очень прошу, скиньте мне эту ссылочку, по которой я могу прийти и увидеть это. Хорошо? А вот, кстати, да, я вижу. Курс лечения от паразитов для всей семьи. Правильно? Да, да, да. Так, тогда, уважаемые зрители, давайте мы сейчас вместе с вами нажмем на эту зеленую кнопку, на которой есть белыми буквами надпись «Получить курс». И перейдем на эту страничку. Вы меня также будете слышать, а я вам прокомментирую. Вот вы нажали. Если кто-то, у кого-то нет этой зеленой кнопки под видео, которую вы меня смотрите, F5, там, или перезагрузитесь просто эту страничку, перезагрузите, и вы попадете на эту страничку продающую. Значит, что я для вас... А потом будут ответы на вопросы. Итак. Значит, ну, во-первых, скажу в самом начале, что всегда это происходит. Сегодня я решил это особым образом сделать, особую скидку огромную, на курсы 65%. То есть комплекс, тот, который я вам предлагаю, это инфопродукт мой. По моей классификации в моем блоге можете посмотреть, в разделе инфопродукты увидите. Это инфопродукт номер 5 плюс 6, это одним комплектом идут. И мини-инфопродукт, это другая серия таких небольших инфопродуктов, но с очень важной информацией, системной, такой структурированной. Вместе это стоит 7 тысяч по номиналу. А сегодня цена будет для вас 2 500. Вы потом можете нажать зеленую кнопочку здесь, на продающей страничке, которая называется «Приобрести курс со скидкой 65%.» Ну и вот до завершения предложения осталось там сутки, меньше суток. Теперь давайте я скажу, что туда входит. Ну, во-первых, вы можете прочесть, что вы узнаете из курса. Во-первых, туда входит подробная вот эта лекция полная. Но это бонусом, это бонус, не главное. Туда входит, безусловно, очень подробная информация, додетальная, и про большее количество видов паразитов. Значит, вот пятый и шестой туда вошли специальные закрытые вебинары. Я объясняла, как по определенным методикам лечить, комплексным методикам лечить паразитов, различных методики, системный подход. Это два отдельных продукта, номер 5 и номер 6, но они объединены в один. А потом идет ниже мини-инфопродукт номер 14, такая большая синяя коробочка изображена. Но вот там написано тоже подробно, но главное там запомнить, там даны методики, которых нет в пятом и шестом, почему я их решил объединить. А именно методики лечения, в общей комплексной системе методики лечения используют грибные препараты. Пару слов. В природе, особенно в наших широтах, да и вообще, собственно говоря, везде, где есть леса, растут грибы-лисички. И не просто так. В этих уникальных грибах, лисичках, есть такое вещество, которое называется хиномоноз. Это вещество, это полисахарид, который заставляет даже оболочки яиц гельминтов разрушаться. Поэтому маленькие мышки, белочки и лоси, и все животные в лесах для того, чтобы обработаться от гельминтов, паразитов. Иначе они бы просто не жили. Значит, к этому веществу нет привыкания и возможности адаптироваться у паразитов. В природе, и только в природе есть те вещества, зная которые, комбинируя которые, можно добиться успеха. Но помните, там методика. Поэтому там должен быть трутовик лисичный, там другие грибы, потому что должен быть однорассорбент. И там дается методика, как когда, скажем, очистительные процедуры. Это магнезик, ружка эсмарх, это сорбент, это там белая глина. То есть там это нужно вот в таком темпе где-то часов 5, чтобы объяснить все то, что есть в инфпродукте 5-6. И где-то часа полтора, как, собственно говоря, и составляет, представляет из себя вот этот мининфпродукт номер 14. Лишнего слова ни одного. И вот в таком же стиле, в быстром темпе, только факты. То есть как что применять, какое при этом питание, образ жизни, промывание, очищение и прочее. И как совмещать это с какими другими грибными, извините, уже травами и иными препаратами. Например, с теми же, например, там лист черного ореха и полынь там на ночь на кончике ножа, так сказать, размалывается и прочее. То есть там в комплексе все дается. Причем там, соответственно, поправки делаются на, так сказать, детей и так далее, и так далее. Тут поподробнее расписано чуть ниже, что туда входит. Но это только где расписано, входит в 5-6 инфопродукт. А вот в новый комплект, мини-инфопродукт-14, там это отдельная методика дополнений. И если совместить все это все вместе, а при прослушивании вы просто спокойно, а это очень важно сделать, вы берете бумагу, лист и выписываете, ставя на паузы, то, что вы услышите, важное. У вас будет методика полная, на листочке выписано, своей рукой, это очень важно. И тогда вы сможете выбрать для себя ту или иную методику, там варианты, в зависимости от ваших там особенностей, нюансов, учтено все это. И поэтому тогда вы уже сможете, пройдя эту методику, избавиться от паразитов за один месяц. За один месяц. Хотя в официальной медицине даже лямбли лечат месяцами. Но потому что они сильно верят в химию, но не верят в природу. И поэтому в этом их беда. Ну и о нашей силе. Так вот, значит, соответственно, внизу приобрести курс. И запомните еще раз, за 2500 рублей всего вы получаете 3, по сути, инфопродукта. 5 плюс 6, это как бы 1, ну, 2. И номер 14 мини по грибным препаратам лечения, по очищению и по прочим новым наработкам, всем, которые за последние годы я решил добавить к базовой методике. Так, вот вы получаете, в общем, все тем самым. Ну, а я сейчас перейду, пожалуй, обратно в чат. Вы всегда можете зайти сюда под видео и нажать на «Получить курс», либо просто остаться в закладках эту страничку и приобрести чуть позже, когда мы с вами закончим, или параллельно сейчас. И вот теперь я могу послушать и ответить на ваши вопросы. Правда, я тут не вижу ваши вопросы. И как было в начале, тут два каких-то сообщения, что-то у меня почему-то нет их, нет комментариев. Может быть, что-то у меня неправильно с контактами, или где там это. Вот, как вы полагаете, Евгения? Я могу зачитать. Ну, давайте. Несколько человек говорят, какая очень полезная, хорошая лекция. Анна говорит, что мир для нее перевернулся. Да, это очень важно. Это я и хотел. Я в самом только лучшем пожелании, потому что если мы не будем знать и будем прятаться, как бы иллюзия самобмана или так, ну вот не пойми, что происходит, ну что делать у всех сейчас так. Это непозитивно, это неправильный подход, неконструктивно. Поэтому да, совершенно верно, для этого я и решил эту лекцию все-таки прочесть. Доступно, понятно, очень просто. Так? Следующий вопрос. На постоянном сыроедении могут ли быть паразиты? Есть. Почему они? Они на постоянном сыроедении еще чаще могут быть. Вы что думаете? Давайте так, вот это очень хороший вопрос, я поясню для всех. Иллюзии быть не должно. Никакого иммунитета, это я просто, знаете, это либо дремучие невежды, либо просто вот какие-то, знаете, такие летающие в облаках. Люди могут об этом говорить, потому что иммунитет может справиться. А что такое иммунитет? Это защитные клетки иммунной организмы, это лимфоциты, микрофаги там и прочие фагоциты. Так вот они уничтожают антигены, какие попали в организм и так далее. То есть одноклеточные, то есть молекулы, молекулы белковые, или вирусы, или бактерии, то есть одноклеточных, они могут уничтожить путем фагоцитоза, пожрать и погибнуть вместе. Ну а извините, если это, так сказать, вот крупный организм, который, как вы слышали, даже кожу многослойную прогрызает, какой иммунитет? Это быть не какое-то красивое слово иммунитет, это одна клетка, их миллионы просто, одна клетка, которая другую клетку поедает. А извините, когда одна клетка и гора, глыба, там бронированная, танк едет, как она может ее поедать? Как собака на танк. Поэтому иммунитет и паразиты, это совершенно разные принципиальные вещи, и никакого отношения друг к другу не имеют. Понятно? Поэтому и сыроеды, и мясоеды, как вы поняли из лекции, подвержены обоюдно очень сильно. Сыроеды в том числе, потому что многие особенно едят вот немытые овощи, фрукты, но если сыроед соблюдает правила гигиены, личные, не ходят босиком, я часто наблюдал на разных таких-то вот йога, там было тут одно, там мы там с продуктами нашими, с экопродуктами выставлялись, или ходят чудики, такие босиком, ну блаженные просто, босиком там по полу, где люди с обувью, там с улицы, приносят разную заразу, кто-то там харкает, всякие курильщики и прочие, гной там, вирусы, а эти ходят босиком, я просто в шоке. Ну, конечно, могут быть, но если вы придерживаете железных правил гигиены, деньги в руки взяли, еще что-то, в руки ничего не должно дальше попасть, переносчики везде могут быть, просто это входит в привычку, это не быть сумасшедшим, это нормально быть, это как зубы чистить, вы же не сумасшедшие, если чистите зубы, а дети попробуйте, заставьте. Ну, когда в привычку входит, все просто и легко, так что пусть в привычку войдут соблюдения жесткие правила гигиены, а потом, к тому же, два раза в год простая антипаразитарная программа, от которой я в минимум в продукте 14 хотя бы рекомендую, все, и вы решите эту проблему. Так, да-да, слушаю дальше. Так, секундочку, тут у нас какие-то у нас еще вопросы. В источниках идут вопросы. Добрый вечер, как вывести уже умерших гельминтов из кишечника? Значит, это достаточно просто, но все-таки тут мы подразумеваем, все-таки не мелких, они сами выйдут, а крупных действительно проблема. Бывает так, что несколько, допустим, вычьих цепней, широких линцов у человека живут, так они даже за купорку кишечника могут, вот два-три, представьте, там слипнуться. Ну, это вот нужно, значит, либо касторовое масло, грамм на килограмм веса, пить, или даже два грамма на килограмм веса, и противно, ужасно, я понимаю, потом теплые водички немножко, и человека проносят, что называется, и он там как по трубе скользящий уже из кишечника все-таки выходит. Ну, в той или иной степени быстрее, нет, несколько процедур таких стоит провести, если уверены, что у вас есть, есть такая проблема, либо магнезия, кружка эсмарха, которую я тоже рассказываю подробно, как просто маленькое приложение при вот том миниф продукте 14, где как раз антигельминтная программа, и там включая вот как раз вот это я описываю. Ну, там тоже очень просто, грамм на килограмм, человека проносят, но не в первый раз бывает, не всех там, иногда если через час там полчаса позывов нет, там надо только горячей воды много пить, ну, теплой воды, там 5-6 стаканов после того, как магнезию выпили, грамм на килограмм, а бывает, что некоторых не проносят через полчаса, тогда надо буквально там через час, если никак выпить еще такую же дозу магнезии, развести в воде, не бойтесь, это хоть и противно, там, ну, заедайте чем-то там, чуть сладеньким там запивайте, там, глоток этого, глоток воды, и вас потом обязательно пронесет, а дальше уже, соответственно, так сказать, вообще эта методика по определенной схеме применяется при том же, при антипаразитарке, чтобы, просто сказать, просто не накапливались токсины, путем, которые скапливаются разложения, и вот когда, часть паразитов все-таки может погибнуть у вас, а не выйти, да, не успеете, тем более в тканях, ну, вот это очень важный момент, там еще энтеросорбенты применяются, там, я очень советую фукус, как продукт уникальный, вот, у нас, у меня в блоге, потом посмотрите, youfrolov.ru, в правом верхнем углу, там такая, куда ввести текст можно, там, фукус введите, и нажмите лупу, и вы увидите все видео, где про фукус, в частности, с доктором наук Савайт, из наук Играда Пущина, вот так один городок, наши с ним интервью, с его лабораторией, посмотрите, я вам очень рекомендую. Иногда от этой уникального продукта бывают такие случаи, когда даже за полторы-две недели, это крайняя редкость, обычно 2-3 месяца, но бывает, что за 2-3 недели проходит, например, узлы в щитовидной железе, или там диффузный зоб, который до этих долгих годов был, проходит, ну, там, за месяц. Это бывает такое, это уникальный продукт, вы впервые в жизни, ну, не в жизни, но за последние долгие годы, а кто-то десятилетия, просто сможете напитать свой организм всеми минералами в коллоидные, извините, в хилатной форме, то есть в органической форме, а у каждого человека есть дефицит, потому что и тем хуже наше состояние, потому что не только паразиты вызывают, еще и то, что дефицит минералов потому происходит, что мы их только с пищей, мы синтезировать микроэлементы или макроэлементы не можем, мы только либо получим их с пищей, либо нет, а почва, на которой выращиваются современные продукты, даже органические продукты, все равно дефицит минералов там есть, потому что в почве их уже нет, кремний, литий, их нет, Высосаны. А туда они могут поступить, извините, только либо с заливными лугами, ну где их сейчас ездят, либо с листовым опадом с глубин 50-60 метров, чтобы крупные деревья доставали. И с листовым опадом верхний слой формируется биогумуса, где растения берут начало и питательные компоненты, которые аккумулируют в своем теле. Мы их едим, эти растения, и получаем. А если там этого нет, значит никак. И вот тут возникают очень серьезные заболевания, вплоть до гормоналки и так далее, йод там прочее, наряду с паразитами усугубляется многократно. А фокус эту проблему решает моментально. Потому что это морская водоросль, но которой только один человек в мире смог выжить, из нее не выжить. Это сложный такой процесс СО2-экстракции вакуумной, когда клетка разрушается, но нет термообработки и термоудара и так далее. И в живом виде, в коллоидной форме, напоминаю, минералы переходят в неорганическую форму, меняют кристаллическую структуру и уже не могут усвоиться организмом человека, если произошла термообработка, выше 65 градусов. Это надо помнить точно так же, как вы верите своим глазам, что кипяченая вода, там скапливается осадок, а осадок – это есть нечто. Это именно те минералы, которые были в водорастворимой форме, а стали в нерастворимой. В жареной или вареной капусте вообще будет то же самое, просто вы не увидите отдельно эти минералы, потому что они останутся в теле, хотя и аморфном, измягченном вот этого бывшего овоща или какого-то иного, так сказать, там, корнеплода и так далее. Помните это, надо просто верить своим глазам и понимать, как устроен мир, что сковородки никто никогда никому живому существу, бог боги, как хотите, не создал, в руки, в ноги или куда-то не воткнул. И только мы, люди, копаемся во могилу ложками и вилками. Ну, это уже немножко отклонился от темы. Да, какие еще вопросы по теме? Ага. Так вот, здесь спрашиваю. А меня видно, да? Меня видно? А, нет. Ой, слушайте, а я думаю, думала, что видно. А, ну, уберу сейчас эту как... А я все говорю, говорю, думаю, меня видно. Ну, извините. Вот, теперь видно, да. Отлично. Ну да, слушаю вас дальше. Ага. Ольга спрашивает. Мою внучку в роддоме заразили золотистым сфинококом. Это тоже паразиты? Нет. Я же... Вот вы, значит, либо не слушали меня с самого начала, я рекомендую сейчас, когда мы завершим заново лекцию, послушайте. Никакого отношения к паразитам нет. То есть к гельминтам это не имеет. И это бактерии. Золотистый сфинококк, там, стрептококки, там, и так далее. Это все, извините, бактерии. Поэтому это лечится уже немножко. Ну, медицина говорит про антибиотики сразу. Но это лечится по-другому. Но эта тема, просто я извиняюсь, совершенно отдельная. Все-таки нельзя мешать все вместе, правда? Поэтому давайте разберем именно все-таки все, что касается именно паразитов. Ну, или я хотя бы отвечу, то это или не то. Ну, например, я сразу, ладно, скажу, что... Хорошо, скажу, что, например, очень сильным антибактериальным средством является и страф. Это, например, зверобой. А совместив зверобой, например, там, с серно-желтым трутовиком, вы его можете собрать и высушить в лесах. Он паразитирует на поваленных деревьях, либо на растущих, но уже таких полупогибающих. Он такой желтоватый разводный налет. И надо в стадии мягкой зрелости собирать. К сожалению, у нас в прайс-листах его нет, потому что его нет в центре фунготерапейском. Мы сотрудничаем по грибным препаратам, но он является очень сильным. Но если его совместить еще с кардицепсом, гриб такой, ну, это такой симбиотический организм, мы будем считать это грибом, то эффект усиливается. К тому же это еще противовирусное средство. Ну, и после еще можно пихтовый экстракт применить. У нас он тоже, например, есть. По чайной ложке в три раза в день, если взрослый, если ребенок в два-три раза меньше. И комбинация этого, в принципе, как правило, достаточно. При только не очень, так сказать, серьезных... Смотря какие последствия, ну, там, если их еще нет, то это достаточно. Да, слушаю дальше. Ага. Анна спрашивает, подскажите, пожалуйста, это курс комплексный от всех, то есть, видимо, про... Понял, хороший вопрос. Совершенно верно, кроме трихинолеза, потому что там, извините, уже операции, либо ждать, когда они окуклятся и хоть как-то боли пропадут. Это уж, извините, мясо не ешьте, тогда этого не будет. Надо голову на плечах иметь. Я понимаю, что мы считали когда-то или считаем до сих пор, кто-то из вас, что это естественно. Ну, естественно, тогда это будет обязательно. Теперь, что касается... Ну, эхинококки, альвеококки – это, извините, только операции хирургическим путем. Либо рискнуть. И есть такие биорезонансные аппараты, которые создают определенный импульс. Ну, как вот солдаты по мосту, и мост разрушается, когда в одну ногу и создается вот этот вот резонанс. Вот примерно нечто подобное на волновых характеристики вырабатывает определенные частоты, диапазоны волновых колебаний прибор, которые действуют как бы точечно, вроде это еще до конца не исследовано. Но, в принципе, скорее всего, да. И вот рисковать стоит использовать этот прибор только вот при таких заболеваниях, серьезных очень, когда альвеококки, эхинококк, трехинелла. Ну, а если этого нет, дай бог, то тогда, конечно, вот то, что я предлагаю в вот этом комплексном системном подходе, там острицы, аскориды, тексокары, лямблии даже, хотя это не паразиты, а паразитарные простейшие, простейшие тоже, этого будет апистархоз, да, даже, достаточно, более чем. Вот это 100%, то есть это от большинства видов, кроме тех редчайших, уникальных, когда уже ты никак не доберешься до вот этой окуклившейся массы клеток. Ну, это уже другой вопрос, это сложно. Следующий вопрос. Мы приобретем инфопродукты, а где брать рекомендуемые препараты? Для простоты у нас они есть. То есть я объясню, это вопрос правильный, поясню. У нас 8 сайтов, у меня главный мой блог, это информационный чисто, это youfralove.ru, как раз там сотни лекций по здоровью, кровеносная, дыхательная система, почки, лимфа, все, что хотите. Вы будете знать лучше любого врача о своем организме, смотрите, обязательно заходите в блог, левая колонка, наверху мои выступления, нажимаете, просто наводите мышкой, у вас открываются десятки подразделов. И там вы смотрите конкретно онкология, там, например, там грибковые поражения и прочее, прочее. Понятно. Значит, есть в левой колонке, вернее, извините, есть у меня сайт nadgard.com, натуральный сад в переводе, nadgard.com, или продукты от Фролова, или в блоге youfralove.ru в правой колоночке, да, в правой от вас, значит, там баннер, продукты от Фролова, нажимаете, попадаете на сайт. На сайте в правом верхнем углу есть три прайса, как правило. Ну, бывает четыре, когда ярмарки какие-то в Москве проходят, как вот сейчас будет 25-26 марта на днях, на ЗИЛе, завод ЗИЛ, в Москве, в центре, переходите, кто москвичи или кто имеет возможность приехать, я буду там лично, кстати, лекции буду тоже читать с трех часов дня и субботу, и воскресенье, а мы будем продавать наши продукты, часть их. Так вот, в правом верхнем углу несколько прайсов. Общий прайс-лист, там что? Там все, что угодно, включая фокус, что я говорил, травы, включая полынь и так далее, там есть, допустим, вот как раз пихтовый экстракт и прочее. А прайс по лечебным грибным препаратам, там лисички и прочее, и прочее, все, что я тоже перечитал, и все, что вы услышите, когда будете внимательно слушать вот эти инфопродукты, просматривать, изучать, выписывать, конечно, мы вынуждены иметь это все. Это очень сложно подобрать, ну, а для людей, для вас это проще, взять все в одном месте и просто пройти курс. Вот. И именно только при комплексном системном подходе можно и организм не убить в почке печени, и вылечиться безопасно, причем, кстати, не только от них. Ну, например, лисички – это еще сильное гепатопротекторное средство, а трутовик-листничный, например, сильнейший тоже гепатопротектор, и к тому же энтеросорбент. Вот. Поэтому там, понимаете, в отличие от химии поганой, при использовании натуральных средств, природных, со знанием дела, конечно, вы очень много бонусов для здоровья получите тех, которые не ожидали дополнительных. Ну, первый шаг – это антигельминтная программа. Это, конечно, то, с чего надо начинать все. Это просто вот… Недооценить нельзя эту проблему. Ну, ответил на вопрос, да. Так, а какие общие рекомендации по избавлению от паразитов, диета и образ жизни? Да, конечно. Все факторы, которые влияют на наш организм, отрицательные, желательно убрать, потому что все-таки иммунитет – это, по крайней мере, если и не убивает паразитов, то поддерживает нас при интоксикациях, при… В общем, в течение очистки от паразитов в течение этого времени и после. То есть, соответственно, иммунитет должен быть все-таки крепким, потому что паразиты сами при себе одни не идут, они за собой проносят яды, ой, извините, вирусы, грибки, бактерии. Ну, значит, что это значит? Ложиться спать с 11… Вот 11 вечера – это глубокая фаза сна в идеале должна быть уже ночью, обязательно. Должна быть кромешная тьма, как говорили раньше, кромешная, то есть ни одной светящейся лампочки из окна. Ставни ставьте. Почему? Потому что мелатонин, гормон, либо не будет, либо мало будет вырабатываться. Для маленьких детей это темпы роста замедляются, для взрослых – это антираковый гормон в том числе, имейте в виду. Значит, после шести не есть вечера, пить достаточное количество воды, а главное – воды, которая обладает определенными физико-химическими свойствами. Изучите, не поленитесь эту тему. У меня в моем сайте, на моем ufralov.ru, левая колонка, есть такой раздел «Приборы жизни», и там подраздел по воде. Посмотрите все, лучше сериал не посмотрите какой-нибудь, а это посмотрите. И вы будете знать, что такое водородная вода, что такое ОВП, окислительный восстановительный потенциал и другие физико-химические свойства воды. Это все учитывайте, потому что ведь вода при антигельминтной чистке, она очень важна. Не просто вода, а ее свойства. Такие, как, например, растворимость. То есть вода должна растворять яды и токсины, выводить их из организма очень хорошо. А это зависит от такого параметра, как коэффициент арестного натяжения. И если он близок к 41 на квадратный сантиметр, то тогда растворение может происходить ядов, токсинов. И наоборот, лекарственных, питательных веществ, которые будут доноситься до каждой клетки организма, лучше в десятки раз, нежели той воды, которую мы пьем из-под крана, из бутылок. Это, как правило, 81 на квадратный сантиметр. Там идет такая кубическая прогрессия. Теперь, что касается десятая, в два раза умножая растворение. Значит, это тоже учитывайте. То есть не только качество воды в плане, как мы с вами понимаем, в плане, чтобы там тяжелых металлов не было, там хлора. Это понятно. Я говорю о физико-химических свойствах. Посмотрите те лекции, что я рекомендовал. У меня там главное есть вода, лимфопочки такая. Ну, посмотрите потом. Теперь, значит, есть приборы, которые меняют физико-химические свойства. Что горожанам делать? Мы в искусственной жизни, мы только искусственным путем и можем изменить воду. И, к счастью, есть такие приборы от малого до великого, от простых до более дорогих. Но главное, чтобы они были безопасны. И посмотрите, вы там все поймете, разберете сейчас на это, что времени тратить. Что еще? Не есть мясо, животных, белков. Ну, хотя бы на период до месяца антигелементный или полмесяца, и самого прохождения курса плюс полмесяца. Это, конечно, желательно переходить на веганство сыроедение, хотя бы постепенно. Хотя бы до 70% увеличить в рационе питания живой растительной пищи. И, соответственно, остальные 30% – это какие-нибудь там овощи на пару, там, ну, допустим, супы. Ну, где картошку, вы меняете просто на цветную капусту, например. Кстати, будет по ощущениям то же самое, по привычкам. То есть вкусовым там и вот это вот мякоти, особое ощущение такой крахмалистый. Только там крахмалами. Поэтому на цветную капусту. Просто совет маленький такой. Ну, гречка там вареная – это пожалуйста. Что еще? То, что я говорил в самой лекции, переслушайте. Не есть крахмалосодержащие продукты хотя бы в этот период и прочее, прочее. Комплексные меры подробные, которые охватывают все стороны жизни, я объясняю вот в этих инфопродуктах. Потому что там надо очень сосредоточенно, не как я сейчас говорю, когда вот на меня поток информации, куча вопросов, а все-таки там в спокойном состоянии, да детально это все проработано. Ну, какие-то моменты я сейчас сказал, правда? Поэтому вот, да, слушаю дальше. Какие травы можно пропить в качестве профилактики для взрослого в течение какого времени? Ну, травы-то, конечно, можно пропить. Например, ту же тройчатку по Семеновой, что там мудрствовать, как говорится. Та же пижма, полынь комбинации, так сказать. Есть травы, но я еще раз говорю, это не будет, это будет, знаете, на что травы действовать? На тех паразитов, и то не всех видов, которые в данный момент времени, когда вы эти травы будете потреблять, есть в кишечнике. Ну, извините меня, мы же вам про тканевые говорили, а про личинки. Яйца гельминтов не способны повреждаться никакими травами. Поэтому травы, я говорю, именно в системном подходе, когда они будут дополнительными мерами. Например, даже вот в Коралловом клубе препарат опистоп, он рассчитан, был создан против описторхов и лямблей. Но он отдельно, и даже Бутаков, Ольга Алексеевна, правильный, честно говоря, что это бессмысленно практически, если только это. Это в комплексной методике. Но либо химия, либо то, что я предлагаю. Поэтому там и про это даже скажут, что я рекомендую при описторхах, описторхозе и лямблейозе дополнительно вот это, это. То есть это нюансы, это системный подход. Поэтому травы – это часть системного подхода, но это не панацея, как вы уже поняли теперь. Так, дальше. Следующий вопрос. Если после того, как мужчина бросил курить, у него вырос живот, значит ли это обязательно эхинококк? Вы говорили, что если живот вываливается, то 99% – это эхинококк. Спасибо большое. Да, это, как правило, эхинококк, но не 99, это так, 90. Это может быть процентов 8-5, например, какие-то бычьи цепени или иные ленточные черви. То есть необязательно эхинококк, но, как правило, да. И, конечно, это может осложняться тем, что человек, например, ест больше калорий, чем он потребляет в виде хлебобулочных, в виде сладостей, в виде жиров любых, в виде пива. И тогда это висцеральный жир, то есть тот жир, который нарастает на внутренних органах. И это очень серьезный шаг к инсульту и инфаркту. Поэтому я рекомендую этим людям не только сигареты бросить, но и проклятый алкоголь. И пересмотреть серьезное питание и пройти голодание очистительное. 21-дневное, как Агонян рекомендует, но только после того, как вы пройдете антигельминтную полную программу. Следующий вопрос. У ребенка увеличен лимфоузел на шее и есть бородавка на ладошке у пальчика. Это признак паразитов в организме? Очень часто папилломы, бородавки – есть признак паразитов. Хотя те же папилломы – это вирусные заболевания, вирус папилломатоза, но часто сопровождается именно тогда, иммунитет не справляется просто, когда есть паразиты. То есть тут есть и то, и то, но они бы не проявились. Например, если не было… Ну, часто, вот, например, родинки, они бывают по причине, например, цитомегаловируса. То есть, скажем, он, кстати, в печени обитает. А если добавим туда еще пистаркоз или лимблеоз, то, извините, вот вам перекрестные проблемы, которые приводят к серьезным заболеваниям. Но что ж тут я могу сказать? Начать надо, безусловно, с антипаразитарки. А вообще можно обследоваться вот как. Есть так называемая биорезонансная методика обследования. Она не абсолютно точная, но достаточно. Иногда это метод Фолио, аналог его. Или вегеторезонансная диагностика, тоже примерный аналог. Человек сидит в кабинете у специалиста, держит латунный такой штырь в руке, колбу, идет провод в компьютер, а там база данных. В компьютере по волновым частотным характеристикам колебания клеток тех или иных специфиций. Ведь каждая клетка имеет свою мелодику, она колеблется. И у всех групп организмов живых она своя. И в базах данных действительно... Я вообще с биорезонансной методикой, вот этой аналогой методикой Фоли, познакомился еще в 89-м году. И я скажу, это серьезные вещи. Но вот сейчас много, к сожалению, всяких шарлатанов. Но в Москве это клиника Агулова, тут уж тоже бесплатную рекламу сделаю. То есть там можно на темнопольный микроскоп провериться. Я советую сразу, одновременно на темнопольный... Бывает каплю крови берут, и вы прям видите на мониторе, как там микроличинки даже плывут, микроскопически. А раньше считалось, что кровь стерильная, ничего там быть не может. Да фиг там не может быть. Там все, что... Кстати, например, если биохимический анализ крови или общий, он показывает как бы количественные характеристики крови, количественные, то темнопольный микроскоп, да, гемосканированный, да, качественный показатель крови. Форма эритроцита, слепание форменных элементов крови, наличие жиров там свободных, так сказать, и так далее. По этому признакам очень много здоровья, можно сказать. Ну и плюс ко всему, биорезонансная диагностика, вам выдадут список. У вас там то-то, то-то, то-то. Не пугайтесь сразу. Вот потом надо пойти, если уж хотите, в официальную медицинскую клинику заранее прозвоните в разные и скажите, что я хочу пройти иммуноферментный анализ крови на антигены, к антителам и перечисляйте то, что вам нашли на биорезонансной этой методике. Там, например, лямблески, там, например, там и паразиты, там и вирусы могут найти, там Экштейн-бара, что-нибудь это. В общем, проверяйте. И у вас будет тогда там уже точная картина, перекрестный метод даст вам то, что точно есть. Вот биорезонанс даст. И вот тогда вы можете принимать решение. Первое, с чего надо начать, антипаразитарка. Потом, если грибковые, то грибки надо убирать. А дальше уже вирусы, как правило, это просто очень крепкий иммунитет. Хотя есть, конечно, вещества, начиная от коллоидного серебра до того же кардицепса и прочих, которые действительно еще являются антивирусными хорошими средствами. Но это уже отдельная тематика. Сейчас мы об этом, конечно, говорить не будем. Да? Слушаю вас. Дальше. Так, следующий вопрос. Мы принимаем спирулину Ауровиль. Она выращивается, по-моему, на органике. Помёт. Как вы думаете, в продукте могут быть паразиты? Скорее всего, нет. Но я не советую. Я советую лучшую в мире спирулину, топ-спирулину принимать, которая дикая. То есть она в диких, одной из трех озер, где она осталась в диком виде. И поверьте мне, вместе с бактериями, в симбиозе, которые они обитают, в отличие от чистых лабораторных культур, они, скорее всего, синтезируют даже B12. Но, по крайней мере, от B1 до B9 точно всё. Лейтрил, скорее всего, B17 тоже. Но остальное всё. И плюс там полный набор аминокислот. В общем, я советую. Если вы спросите, где можно купить, ну, это не скромно, может, не порезать. Но у нас тоже можно. Вот в прайсе, по общему прайсу, там тоже есть вот этот топ-спирулина. Пожалуйста, так сказать. И я очень её советую в качестве, когда у человека дефицит, начиная от железа, до просто дефицит там минерала, витаминов, по чайной ложке три раза в день, во время еды, в виде салата сыпать, в зелёные коктейли, просто растворять в воде, выпивать, пожалуйста, тоже можно. Это очень хорошая добавка к питанию, натуральная. Ну, вот если она, конечно, не просто органическая, она в дикой природе выращена. То есть получена. Вот она, там у нас и органик, и к тому же в дикой природе. Это идеальный вариант. А так, конечно, органическая всегда лучше неорганической. И спирулин уж лучше, чем ничего. Да? Ага, и тут будут два смежных вопроса, похожие по тематике. Чем можно у детей вывести паразитов? И безопасно ли самостоятельно, без наблюдения врача, в домашних условиях проводить ребёнку антиглистную терапию? Да. Значит, вот если нет тяжелейших поражений, а, соответственно, если тяжелейшие, то есть тяжёлая симптоматика, о которой я говорил, то, безусловно, безопасно. Если вы правильно будете применять, учитывая нормы дозировок, хотя в отличие от химии тут дозировки можно увеличить и в разы, проблем не будет. Поэтому там про детей есть отдельно подробно. И это вы прочтёте, услышите, увидите всё, что там есть. Так что детям можно, если врач разумный, ну, дайте эту информацию врачу, научите врачей, пусть врачи подумают, почему они врачи при железодефицитной анемии советуют есть мясо и печень, потому что там много железа, и больше ни о чём не думают. А заодно и подумайте, можно ли таким врачам доверять присмотр, что они будут диагностировать, что ребёнка температура повысится, или интоксикация, так это и вы поймёте. А что знают ещё врачи? Ну, дай бог, если будет толковый врач, тогда, конечно, под инструкцией, под контролем врача. Ну, в идеале. Хотя ещё раз говорю, а какие проблемы? Вы ещё раз, а если проблемы серьёзные, то только с врачом и, безусловно, ну, желательно так в стационаре. Но, как правило, это и происходит. И таксокороз, вон, извините, этот, господи, от свиного мяса, как оно там, господи, боже мой, вот эти, не таксокоры, а как их там, эти, трихинеллы, вот так сразу больницу кладут, а как же. А если нет, так и не страшно. Тогда применяйте натуральные средства, о которых речь идёт, и в комплексной методике, и всё будет в порядке. Это безопасно абсолютно. Опасности только теоретические, знаете, в чём могут быть? Что какие-то паразиты могут в организме погибать, но для этого-то, и я ей рассказываю, объясняю там, как, с какого дня начинать вот эти очищения организма. Тогда вы интоксикацию не получите. Плюс сорбенты. Почему и применяются там разные сорбенты. Тогда они... А если ещё фокус будете потреблять, никакой проблемы не будет. Да-да, слушаю. Если постоянно заложена одна ноздря носа, может ли это говорить о паразитах? Ну, это может быть. Там это может быть ещё и, конечно, материальная проблема, связанная с тем, что вы переболели когда-то ангинами, и у вас там стрептококки и прочие там живут в организме. Заложенность – это может быть ещё и скривление перегородок, ну, там органическое изменение, а может в результате деформации, когда были какие-то там серьёзные гаймориты и так далее, тоже может быть. Но гаймориты – это... А ит – это вообще, что на ит заканчивается, а ит, гайморит – это всё с грибковыми поражениями связано. А грибки могут быть вторичны. И с паразитами это тоже, конечно, может быть связано. И так начинать надо с паразитов, а дальше смотреть, есть ли изменения какие-то в перегородках или где-то в глубинах. Очистить гайморовые пазухи – есть на то разные методы. Ну, и уже дальше смотреть, нужно ли, что будет или нет. При переходе на адекватное питание, при изменении питания, если вы уберёте из рациона хотя бы варёные крахмалы, рис, картошка, хлеб-мулочные изделия, то вы через... ну, очищаясь быстрее, а если даже не очищаясь, принудительные меры, я имею в виду кружки эстмаха, то, в принципе, года через два вы уже не сможете болеть простудными заболеваниями. То есть, если мы уберём клей из организма... А что такое клей? Это молочные все продукты, молочный клей, казеин, который раньше все столяры хорошо знали, это столярный идеальный клей, отличный. Это прекрасный строительный материал, который добавляли молоко и творог в гашуну, известь, алебастры, делали побелку для дворянских усадеб, балки покрывали, чтобы не горели, ну, там ещё дополнительный компонент. И вот в основном, куда шло это всё дело до революции. Я понимаю, что, конечно, пили ели, но, так сказать, не будем углубляться в эту тему. У меня есть, если кто захочет о молочной тематике очень подробно разобраться, пожалуйста, посмотрите у меня соответствующие три статьи большие. И на моём сайте youfralov.ru, и в разделе, в левый, в мои выступления, там наведёте мышкой, откроются подразделы о молочной проблеме. Там видеоролики, можете посмотреть, в том числе, которые меня много раз в телевидении снимало, только обманывали всегда, и не выкладывали они то. Я говорю, вы будете выкладывать всё, что я буду говорить? Вот потому что, ну, нет смысла иначе мне как идиотом, там, как клоуну быть, там, две секунды какой-то идиотизма или переворванных, переставленных фраз. И вот там очень интересно, даже я рассказал, прям показал, как меня приглашали до, а я знал, записал за два-три дня до того, как передача начнётся. И что они мне предлагали быть фактически клоуном, как и другим участникам, но они согласились, я нет на передаче, где уже роли расписаны, что говорить и так далее. Клоуна. Поэтому телевидение – это такая штука. Но, тем не менее, капли информации там проходили, а глубокая аналитика, пожалуйста, можете докопаться вплоть до журнала «Медикал» и прочих, где с 60-х годов уже серьёзные специалисты, учёные давно уже говорят про молоко, как про… Поймите, оно, естественно, когда материнское молоко в период лактации, грудного вскармливания ребёнок или там телёнок, он называется грудной либо молочный. А потом любое животное переходит на видовое питание и питаться выделением молочных желёз, тем более животных других видов – это извращение, которое обязательно приводит к проблемам, вплоть до сахарного диабета первого типа и многих других серьёзных заболеваний. И поэтому посмотрите, кому будет интересно. Я сказал, что чуть выше, пересмотрите эту запись, и вы будете знать, где что искать. А клей убирайте. Это молоко молочное и крахмалы, то есть всё то, что я говорил выше. И тогда через два года как максимум вы не сможете физически, даже если насмерть заморозить, вот если разморозить, вы выживете, тоже не заболеете. А если умрёте, то умрёте. Но не заболеете простудными заболеваниями никогда. Это говорит вам человек, у кого было до 8 бронхитов за зиму в подростковом периоде, и у которого боль в горле была такая, резь, что хотелось просто умереть. То есть проще руку проткнуть ножом, там зубы сверлить. У меня были такие боли в горле, сейчас они невозможны. То есть я был поражён, ведь возраст идёт, ну так сказать, дело-то, как говорится, не к молодости, а к старости. И всегда, если уж получил человек болезнь, чудо не случится. Ну бывает, но это всё равно определённые объективные факторы, просто мы их не понимаем, не учитываем. А как правило, всё хуже и хуже. И вот когда ты уже знаешь, что у тебя тысячи раз это было, ты знаешь, что через несколько секунд будет. И вот когда этого нет через несколько секунд, минут, и ты в шоке, а потом час-два, и этого нет, что должно быть, то есть заболеть горло, резь страшная, слизь, вот эта соль выделяться, как бы, да. И вот этого сейчас у меня уже нет много лет, и это объективно. Просто если мы учтём, найдём те факторы, причины. Поэтому никогда не говорите, ну что же делать, там 50, 60 или 70 лет, старость, старческие болезни, просто хочется, я не знаю, что сделать. Бред. Не бывает старческих болезней, есть просто запущенность организма и хронические болезни, которые просто приводят к тому, что иммунная система на нуле, когда запаса питательных веществ нет, когда просто истощение организма или вот уже последней стадии каких-то заболеваний, когда уже просто резервов нет, и вот, ну, болезни, пока человек жив, лечатся. Любые лечатся. Ну, слушаю дальше. Слышала, что белые точки на ногтях говорят о поражении паразитами. Правда ли это, и если да, то какими? Это правда, это могут быть острицы, аскориды и многие другие, потому что это в том числе дефицит некоторых веществ, там магния, кремния, ну и не только. В общем, да, паразиты, да, действительно, это так. Потом проходит. Ну, вы параллельно ведь и убираете паразитов, и питаетесь правильно, а значит, больше зелени, зелёные коктейли, где основа вода, блендер, туда брокколи, зелёная капуста, туда шпинат, например, укроп, петрушка, любая зелень, салаты, а можно сныть крапива. Вот дикоросы сейчас пойдут, это будет ещё лучше, тем более некоторые дикоросы обладают тоже противогельминтными средствами, и, в общем-то, это неплохо бы туда их потреблять. Ну, вот как раз это вот вы решите эту проблему, и ногти будут вполне хорошие. Ну, конечно, это от паразитов, да, от многих, потому что токсикация, и плюс к тому дефицит некоторых минералов. То есть вот поэтому посредованно минералы, а изначально паразиты, да. Следующий вопрос. Как правильно мыть сухофрукты? Правильно так. Сначала размачиваете, промываете в тёплой воде, отделяете друг от друга слипшуюся, например, как правило, это у нас кто курага, слипшиеся, ну и вот, отделяете друг от друга, промываете, а потом ну, секунд на 20 в кипяток, на 10. В принципе, питательных веществ, ну, за это время разрушиться не успеются, то есть там секунд на 20. Но этого будет достаточно, в принципе, потом остужаете, промываете ещё раз и спокойно ешьте. Следующий вопрос. Где можно приобрести фукус? У нас можно приобрести это мы и представители, вот профессора, доктора наук Савы, который вот является изобретателем, он единственный в мире человек, который смог за 40 лет, а медицина 40 лет бьётся над этой проблемой, как из-за уникальной этой водоросли, в составе которой есть все минералы, ну, как в составе морской воды, это плазма крови по составу, по минеральному. Но поскольку сколько вы водорослей не ешьте, там, ламинарий, сушёных, там, любых или каких-то иных, максимум, что сможет ферментная система организма расщепить за счёт сложной клетчатки, очень сложной, которая не поддаётся разрушению наших ферментов, полтора процента, ну, процент, и то у сыроедов, а так полпроцента. Поэтому вы никаких питательных веществ не получите. Но там есть все минералы. И вот задача была, как их вывести. 40 лет на это потратили учёные, и только один человек в мире смог. И этот фокус у нас есть. Кто его берёт, берут коробками. Просто в коробке 15 банок. Банка идёт на 5-7 дней. Потому что по большой столовой ложке три раза в день до еды, а утром лучше две больших столовых ложки. Вот где-то на 5-7 дней банки для одного взрослого человека хватает. Можно и больше. Некоторые люди мне пишут, Юрий Андреевич, а ничего, что я ем прям по несколько, ну, полбанки в день, банку в день? Я говорю, это ничего, конечно, кроме мне неэкономно. Давайте-ка проверьтесь на минералы. Некоторые люди лень, кому-то дорого, а кто-то из тех, кому я так говорил, кто так ел, проверялись по волосам, по ногтям, на минералы. И что получалось? В некоторых минералах дефицит был в 20-30-40 раз. Вот этот фокус устраняет дефицит минералов, он моментально устраняет гормональные проблемы, он очищает организм. То есть это почти панацея. Но не панацея. Панацея – это комплексный подход. Вот комплексный подход – это панацея. А это очень хороший, понимаете, у некоторых людей вот на чаше весов здоровья и болезни не хватает совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Как в свое время вот Артем Качатырян, есть такой молодой врач из Новосибирска, он сам сыроед, но он нам и вода правильная, и все, и молодой, и спорт, и все. И вот у него за полторы банки фокуса нашего прошли многочисленные узлы щитовидной железы, которые до этого были, он ничем не мог вылечить. Потому что ему не хватало на этой чаше весов совсем малости. И вот у другого человека на это бы 3 месяца ушло. А у кого-то может больше. А у него полторы недели. Ну, полторы банки там он съел. Он-то полбанки, она, говорит, противная, не смог доесть. С курагой как бы она в составе, там есть такой комплекс, еще вкусная относительно. А вот чистый корректор, чистый фокус, он очень, конечно, полезен, но противный запах водорослей. Ну, честно говоря, наверное, можно как-то перебороться. Да уж, я так думаю. Ну, это я думаю, вы скажете, я лучше 100 раз переборю, хоть чего съем, лишь бы естественно. Вот. Ну, а для детей корректор лучше всего. Он так с курагой экстрактом, он такой более-менее, такой приятненький, в общем-то терпимый. Дети могут есть. Вот. Так что вот так. Ну, ладно, это ответил. Так, следующее. Если гельминты и личинки живут, к примеру, в мозгу, их можно вывести оттуда вашими методиками? Вот это очень сложно, потому что лимфатическая система в головном мозге, она представлена ликвором, так называемым. Это лимфатические озера. Там практически заканчивается она. И вот из мозга вывести что-то очень сложно. Это возможно, конечно, но в зависимости от паразитов тут либо биорезонансную методику ответной вот этих реакций, то есть действия приборов надо применять, но точно исследовать, есть ли там или нет. А для этого надо сделать МРТ головного мозга после всех обследований прочих. Ну, или КТ головного мозга. И тогда будет понятно, есть или нет. Но на это нужны веские причины, чтобы это всё-таки делать. Потому что, ну, это всё-таки процент есть такой у людей, ну, не такой уж большой, но есть. Поэтому да. А вообще, МРТ вообще любому надо сделать. Знаете, зачем? Сейчас сотовыми телефонами сплошь и рядом люди пользуются. И с той стороны, где люди держат, процентов у 70 кисты, по крайней мере, с той стороны височной области есть. Вот. Это тоже ещё обрадовало вас, да? Ну, это вот сотовые телефоны. Что делать? Пользоваться нельзя. Ну, можно, но только я, например, нажимаю кнопку громкой связи и ставлю на расстоянии метр от себя. Я в 40-30 раз снижаю влияние на себя вот этих волн. Ну, а это лучше, чем в 30-40 раз увеличивать это воздействие. Лучше. Поэтому вот я вам тоже того же советую. Это ладно, отлёгся. А так вот я ответил на ваш вопрос. Да? Расскажите, пожалуйста, про диагностику, как определить наличие глистов у себя. А я же сказал, идёте на биорезонансную методику обследования, после неё получаете на руки лист распечатанный, что у вас нашли на биорезонансе, либо метод фоли, либо вегеторезонансная терапия. Ну, не терапия, а обследование вегеторезонансное. И вот вы после этого идёте в официальную клинику, обзваниваете в какой-то, например, вот вам нашли 20 видов, а вы звоните, говорите, вот я хочу обследовать на иммуноферментный анализ крови на антигены к антителам таким-то паразитам и перечислять. Они говорят, ой-ой, у нас из этих 20 только на 5, звоните в другую клинику, мы на 10, мы на 3, мы на 15, идите туда. После этого надо смотреть, что, насколько серьёзно, делать общую антипаразитарку, а дальше смотреть, если что-то уж серьёзное, это уже отдельно заниматься. Ну, я подсказки, разумеется, эти все и сказал вам, и сегодня тоже, и даю там подробно. Дальше. Какие приборы для воды надо иметь дома? В идеале H2Magic, он стоит всего 15 тысяч рублей, а спасти человеку жизнь может за 10 секунд. Привожу пример. Это уж даже не то, что насчёт там анчистки, антигельминт, ну, допустим, вот представьте, ну, есть у меня такой, в общем, ufralov.ru, левая колонка приборы жизни, подраздел приборы по воде, ищите там, и находите, про спа-капсулу, это водородный генератор, просто мощный, и он внешне для тела, для ванн, или руки, ноги кладутся в тазик с ним, с этой капсулой рабочей, что даёт. А вот там такой видеоролик есть с последней медицинской сингапурской выставки, подводит человека, ну, такого пухленького, корейца, наверное, ну, понятно, что атеросклероз в какой-то степени есть, если человек пухлый, 100%, ему сажают на кресло удобное, дают палец в сканер, в сканер вставляют, и выводят на монитор состояние микрокапилляров крови, значит, артерии, значит, вот, просвечивают. Кровь почти не идёт. Так вот, чуть-чуть, вообще почти не идёт. Ну, что естественно при таком состоянии организма? Значит, ему дают подышать водородом. То же самое, что выпить стакан воды с вот этой H2 Magic палочкой. Через секунд 10 в прямом эфире вы сами своими глазами это увидите. Вот что происходит. И кровь начинает в 10-15 раз быстрее идти. А это значит на практике вот что. Что если такую воду выпить, то через 10-15 секунд исключается возможность инсульта, инфаркта. Ну, вот судите сами. Человек поел, особенно вечером. У него окисляется организм, тем более ясно, что он поел хлеб, там сыр, творог, не дай бог, конечно. Но поел. И у него закисляется организм. Кровь сгущается. Сердцу труднее, такую густую кровь качает. Почему инсульты? Инфаркты ночью происходят. По этой причине. И вот тут человек как раз выпил вечером стакан такой воды. А вообще надо 8-7, ну, сколько вы пьёте в день, столько и пить. С этой 3 минуты она заряжается, вода автоматически, прибор отключается, и вы пьёте стакан воды. Моментально кровь разжижается, легче доходят питательные вещества, лучше растворяются яды токсина, о чём я говорил чуть выше. Плюс ко всему активный водород, который, ну, является мощным антиокислителем, а к тому же делает вот этот эффект. Но ещё свободные электроны, то есть ОВП снижаются минус 400-500 милливольт. Кстати, у нас в межклеточном пространстве вода и в клетках минус 80-100 милливольт, а мы пьём из-под крана плюс 100-200-300-500. А это значит, что такая вода будет как свободный радикал, она будет отрывать, проходя через клетки. Ну, коль мы верим технике и науке и приборам, и мы понимаем, что она каким-то чудесным образом, пройдя через наш организм до каждой клетки, изменит свой заряд. А что значит изменит? Она станет отрицательно заряженной водой. То есть только такая вода может существовать в обменных биохимических процессах, как же и в живых плодах, в фруктах она содержится точно такая же. Почему нам и надо есть живые плоды? Собственно говоря, на что наш организм рассчитан? Простая истина. В природе все просто. Но мы только жизнь усложнили. Так вот, что происходит. Мы едим эти, то есть мы пьем эту воду, у нас заряды, проходя через клетки, отрываются электроны. Одна из двух внешних, по внешней орбите ходящих пар на электронов, например, отрывается и образуется свободное радикальное повреждение клетки. А вот эта вода, которую вы пьете после прибора, например, H2-мэйджика, она просто моментально, эти электроны встраиваются, как доноры, они отдаются, свободные электроны, встраиваются, и просто вы просто не теряете ресурс организма, колоссальный ресурс. И к тому же можете спасти, вот, например, мой друг там в свое время, если бы у них была такая у меня штука, я бы его спас от геморрагического инсульта. Умер кровоизлияние в мозг, густая кровь, что он там ел, пил, но это хоть кол на голове и тиши, закономерный результат, значит, к сожалению, ну что делать, жизнь такова. Вот поэтому, а есть антиоксидантные комплексы, вот вы, я, там меняются все свойства воды, это они дорогие, эти приборы от 2000 долларов стоят и гораздо больше. И это объективная цена, потому что в основе электролизного блока, если вы хотите, конечно, безвредный прибор, чтобы здоровье не убить тяжелыми металлами, так вот при электролизе единственный металл, единственный, который не выделяет атомы из себя в воду при электролизе, это платина. Поэтому титановые электроды покрываются несколькими слоями платины. Оттуда и стоимость, уж это только такой вариант. А то, вон, покупали в свое время живая там мертвая вода этих АП белорусских, там один алюминиевый стержень, второй просто железный. Но даже если из нержавеющей стали, а никель в составе, а другие, они в воду будут выходить. А если алюминий, это болезнь взят геймера, онкология, головного мозга в первую очередь, потому что алюминий ассорбируется в жировой ткани в мозгу в первую очередь. Это вообще что творят, что выпускают, а зато дешевле. В общем, H2 Magic стоит 15 тысяч рублей. Работать он будет вечно. Раз в 3-5 лет меняется аккумуляторная батарея, заряжается, USB разъемы в комплекте идет, защищен всеми патентами, зацертифицирован, начиная с США и Японии до Германии и так далее. И даже в Гонконге он даже медицинские сертификаты получены впервые на приборы вот такого рода в мире, что по практике. Значит, посмотрите у меня в левой колонке, где приборы жизни, H2 Magic, там 4-5 роликов с ним, подробный сравнительный анализ, прочее, все вот эти видео. Но у нас в прайсе, в общем прайсе они стоят. Можете приобрести в любой город страны, мы отсылаем в любой город мира, неважно, где вы находитесь, это без проблем. На нашем сайте надгар.ком в разделе доставка и оплата обязательно посмотрите видеоролик по ссылочке вот этой, ну, раздел доставка и оплата. А что там надо посмотреть? В конце, ну, там текст, а внизу видеоролик. Как правильно делать заказ по нашему прайсу, чтобы у вас проблем не было с оформлениями. У нас четко там все рассказано, 3 минуты, и вы все поймете. Вы его страну мира, город мы отсылаем. Вот, ну, так что вот ответил на вопрос, да. Ага, следующий. У мужа сахарный диабет и большой живот. Не пьет, не курит. Не свидетельствует ли большой живот о наличии паразитов? И как очиститься от паразитов диабетику инсулинозависимому? Что ж, инсулинозависимый диабет первого типа, за исключением редких случаев, вызван тем, что человек потреблял, и ему так не повезло, молочные продукты, а именно молоко, творог, особенно творог, и особенно сыр. Дело в том, что последовательность аминокислотных звеньев белковой молекулы, белка козина, коровьего молока почти идентична последовательности аминокислотных звеньев белков, островков, лангерганцы. Это такие клетки нашей поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин, гормон инсулин, который проводит глюкозу в клетку, чтобы она могла пройти в клетку. Кстати, фруктоза, живая только, не синтетическая, а в составе фруктов, чтобы пройти в клетку, не требует проводника гормон инсулин. Поэтому диабетики знают, например, ботат, сладкий картофель, или, например, топинамбур. Можно есть, потому что в его составе не крахмал, полисахарид, который состоит из миллионов молекул глюкозы, а полисахарид инулин, который состоит из фруктозы. А натуральная фруктоза, как я уже говорил, проводится до клетки без посредника гормона инсулина. Когда островки лонгерганса уничтожаются полностью либо частично, возникает болезнь, которая называется сахарный диабет первого типа, и на 95% это болезнь от молока и молочных продуктов. Теперь, что касается мужа. Может, может, потому что я говорил, что некоторые паразиты паразитируют и разрушают поджелудочную железу. Возможно, островки лонгерганса. Тогда получается совпадение. Это вот эти 5%. Значит, соответственно, начать надо в любом случае. Любому человеку, поймите, у любого человека так или иначе есть паразиты. Это очень серьезная тема. Два раза в год, если вы не проходили антипаразиты, и то правильно антипаразиты, то, конечно, скорее всего, есть. И надо ее пройти, потому что при этом будет частичное голодание, что полезно при диабете сахарного, правильное, разумное. Это будет очищение организма, яд, токсин, конечно. Потом, вашему мужу ни в коем случае нельзя потреблять животные продукты, тем более молочные и так далее. Это уже понятно. Естественно, там есть своя методика лечения. Это отдельная история, но в первую очередь, это, если бы был второй тип диабета, это вообще лечится за 2-3 недели 100%. Ну, а диабет первого типа лечится где-то за 2-3 месяца максимум. Это при соблюдении, но это уже, это, 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 или вы индивидуальные консультации, можете записаться. У меня в блоге юфролов.ру есть такая в горизонтальной строке индивидуальная консультация. И тогда, вот, это возможно, по скайпу, так сказать, часа нам хватит, чтобы с любой проблемой составить методику. Потому что у меня пока, к сожалению, я поленился и не сделал отдельный инфопродукт по именно лечению сакронного диабета, хотя про вторую часть там и яйца выделенного, так сказать, выделенного не стоит, потому что там просто изменить питание, перейти на сараиде, никакого второго типа не будет. А вот со первым там сложнее. Поэтому там надо смотреть, насколько разрушено поджелудочное, надо реакции смотреть, уменьшать постепенно, так сказать, инсулин, при том, что вводим определенные препараты, в том числе грибные, травы и так далее. Но это уже отдельная, сами понимаете, тема. Ну давайте еще немножко вопросы. Если убрать из рациона крахмалистую пищу и клей, то чем ее заменить? Есть ли у вас рекомендации по этому вопросу или методика питания? Значит, постановка вопроса неправильная. Значит, если для человека вареная пища неестественна, это факт, иначе не было бы этих проблем всех и причинно-следственных связей всех закономерностей, если крахмалы, вареные, неестественные, тем более молочные продукты, я не говорю про материнское молоко, я говорю про остальную часть жизни человека, про период онтогенеза взрослого человека, уже, ну, ребенка и взрослого, не молочного ребенка, то тогда постановка вопроса неправильная. Вы не можете заменить вредные вещи, неадекватные, ну, слушайте, салаты, десятки видов зелени, там, я уж не говорю про орехи, сухофрукты, плоды, которых десятки видов, сезонные, разные, ну, это как Платон говорил в свое время, что как же можно клеветать на землю, что она якобы не способна прокормить человека, он тоже был сыроедом, кстати, и Платон, и Плутарх, и Пифагор, они были сыроедами, веганами, Пифагора 101 год убили, к сожалению, он 100 лет родил ребенка, ну, сначала последнего, да, ну ладно, это так, отвлекся, так что, слушайте, клеветать на природу не надо, все в ней есть, достаточно, другой вопрос, проблема в минералах, и тут почва, подгадили, как прав тут в этом плане, Стерлигов прав, что ученые, конечно, и сельское хозяйство интенсивное, что тут говорить, это беда, это беда, поэтому даже органические продукты, это не панацея, тут нужны добавки, сейчас без этого не обойтись, фокус, спирулина, хлорелла, так сказать, плюс хорошая органическая нормальная продукция, сами выращиваете, покупаете у нормальных поставщиков, проверенных у знакомых, или кому доверяете, что еще тут можно посоветовать, разнообразную вот эту пищу, ну что ж, грибные, грибы, так сказать, сушить, заготавливать, делаете же, растирать в порошок, в сало отсыпать, очень хорошо, там, кстати, в грибах, в белогрибах витамин D3, содержится точно тот же, который под кожей синтезируется, то есть, не нужно даже ультрафиолета для образования его, зимой это очень важно, больше порошком посыпать, вот, например, какие-нибудь салаты, очень хорошо, только сушить надо до гидраторов, при температуре не выше 37, кстати, хотите еще один из примеров, почему природа говорит нам, что же вы люди творите, варите, жарите, убиваете себя, ну, пожалуйста, например, полисахарид лентинант, который в составе грибы шитакин, при есть, но он заставляет иммунитет, синтезировать там макрофаги, вырабатывать на них, на этих иммунных клетках, большое количество фермента, перфорина, который растворяет раковые клетки, ну, вот, так сказать, вот это вещество разрушается при термообработке плюс 38, так же, как и полисахарид хиномоноза в лисичках, который тоже при 38 разрушается, поэтому кто-то говорит, а я ем грибы, он лисички жарен, ну, клей тоже можно жарить, вы едите клей, и что, от этого польза будет? Нет, никакой не будет пользы, так что в природе все очень просто, мы люди усложнили, мы думаем, мы какие-то особенные, мы говорим, мы сейчас приготовим пищу, тем самым мы говорим, природа, ты дура конченая, ты для всех в природе, на своем столе, скатерти, самобранки, для всех зверушек, приготовила, а для нас людей нет, мы какие-то особенные, мы тебя улучшим, мы сейчас сделаем то, что ты дура не смогла сделать, мы приготовим, Понимаете, что мы говорим? И вы думаете, при таком подходе мы можем быть здоровыми? Это исключено. Ну ладно, ответил на вопрос, я думаю. Дальше. Следующий. Если у ребёнка по результату анализа крови СОЭ-12 и много лейкоцитов, это глисты внешне здоров? Не только. Там надо смотреть и у зенофилы. Если выше трёх, то, скорее всего, да, но это ещё говорит о каком-то воспалительном процессе в организме. Это надо смотреть. Это могут быть и бактерии, то есть совершенно не обязательно это паразиты или только паразиты. Но ещё раз говорю, я почти не встречал случаев, чтобы человек был без паразитов. Потому что, ну, послушайте, правила гигиены, к сожалению, никто не соблюдает. Я свою жену до сих пор по рукам бью. Вот реально, прям подхожу и бью иногда. Потому что просто довести можно, ну, я не понимаю, как взрослый человек, до сих пор пальцы в рот. Понимаете? Ну, вот я серьёзно, я, ну, может, стыдно такое говорить, но я говорю, потому что я человек, который я ещё ничего не скрываю. Я всегда говорю правду. Потому что у меня обострённое чувство справедливости. И, так сказать, если я ничего не хочу говорить, я говорю, я это не скажу. Вот. А если говорю, говорю всегда правду. Бывает такое. А вы говорите, вы ребёнка. Да о чём вы говорите? Есть паразиты 100%. Да-да, дальше. Дальше интересуется, где купить прибор. Видимо, H2Magic. Ну, ещё раз говорю, H2Magic, он бывает с двумя стержнями, 15 тысяч и с тремя стержнями, он 20 тысяч. Отличается, что он более просто на больший объём воды. То есть, если это на стакан воды, то с тремя можно там на банку литровую. Он очень мощный. Да и этот-то мощный. Он, он, знаете, за сколько он ОВП? С плюсом на минус снижает. За две секунды. Это прибор очень сильный, мощный, прекрасный. У нас, набирайте nadgar.com сайт наш по продуктам. В правом верхнем углу общий прайс-лист. Внизу там продукты. Разные у нас более 400 видов биопродуктов. А в самом низу прайс-листа раздел по приборам. И там есть вот этот H2Magic, 15 тысяч. Посмотрите видеоролик в разделе доставка и оплата, как правильно сделать заказ. Вы ставите в прайс количество, что вам надо, сохраняете, пишете, от кого этот прайс. Например, Иван Петрович, там такой-то город, Тольятти. И отсылаете нам вместе с вашими данными для отправки. А какие данные, там на этом разделе доставка и оплата, все написано. Посмотрите маленький видеоролик, трех-пятиминутный, и вы все будете знать. Там еще внизу, правда, еще один видеоролик, такой более длинный для иногородних клиентов. Но это, так сказать, лучше его посмотреть, если не лень. А вот, и заказ будет сделан, мы вам отправим. Соответственно, вы его получите. Бывает, что перебои с ними, но сейчас есть пока. Сейчас пока есть. Ага, следующий вопрос. В какое время года лучше делать чистку от паразитов? Весной и осенью. Вот сейчас как раз идеальный вариант. И где-нибудь так где-то с сентября до октября. Ага, следующий вопрос. Я инсультница. Является ли это препятствием к использованию вашего курса очистки и лечения? Нет, ни в коем случае. Но я вам советую купить... Где же я эту ссылочку дам? В общем так, вы все, кого интересует эта тема, ну и вообще это любого разумного человека, дождитесь через там пару дней. Я точно лень свою преодолею. Лень, это я так условно. Просто очень я перегружен работой разной. Но, конечно, что там греха таять. И лень тоже мог бы всегда взять себя в руки. Вот я запишу, я обещаю, про B12 видео. Вы его посмотрите, а под ним, вы потом поймете, что это вам надо. Там будет ссылочка. Ну просто раза в 4 дешевле можно купить, чем в России, из Америки заказать. Я хочу сказать, я скажу, какой именно, метилкабаламин. Если это обычно, значит, цианкабаламин, ему нужно, он должен преобразоваться, метилкабаламин, чтобы усвоиться. Это B12. А вот как раз дефицит его может приводить к очень серьезным последствиям, в том числе, вот так сказать, особенно в возрасте старше 50-60 лет, при равных прочих, при том, что тем более паразиты, его количество уменьшается. А значит, такие симптомы, как память плохая, хромота в ногах, мурашки, холодильник, конечности, покалывание, координация потери и прочие параметры, симптомы, могут говорить о его дефиците. Поэтому вам в первую очередь дефицит, тем более после инсульта. Его надо потреблять в спрей под язык по 100 тысяч микрограмм, по 200 тысяч микрограмм в день на протяжении месяца, а потом где-то там раз в 3-4 дня. Это во-первых. Но чтобы сэкономить сильно деньги, он у нас очень дорогой в России, можно просто заказать, там 5-7 дней приходит в любую точку страны. Очень надежно работает там компания. Я потом ссылку дам. Второе. Вам лично, и тем, у кого эти проблемы, рекомендую грибные препараты, пройти минимум 2-3-месячный курс, значит, комбинация кардицепс по 2 капсулы 3 раза в день, до еды минут за 30, запивая водой стаканом, за 20 минут где-то рейши, по 2-3 раза в день запивая водой, а за 20 минут, а за 10 минут, так сказать, и так, рейши, кардицепс, ну, сейчас, ну, рейши, кардицепс, а третий гриб, все-таки, наверное, тут все-таки правильно будет, шитаки, по одному пакетику водорастворимый 2 раза в день, за, соответственно, там 10 минут до еды. Вот, но это, если мы не берем паразитарную программу, это либо-либо, то есть это потом. А в аптеке купите набен, да, грибные препараты эти вы можете у нас взять, я уже говорил выше, пересмотрите лекцию, где и как. Значит, что касается, да, сколько надо, если, так, кардицепса, рейши, вам надо по 3 тюбика на 1 месяц, а шитаки 2 коробочки на 1 месяц водорастворимый. Потом, в аптеке купите набен, набен препарат, который, очень сильно помогает после, и в процессе, в общем, после инсультов, мозговое кровообращение улучшит мексидол, а мексидол по инструкции принимайте месяц, вместе месяц с набеном. Тогда не только микроциркуляция головного мозга улучшится, но и восстановятся многие клетки, митохондрии, то есть энергообмен улучшится. Это очень хороший вариант, и это то исключение, немногое, когда я рекомендую какие-то медицинские препараты. В данном случае я вам рекомендую. Что же касается антипроизитарки, вот после этого, через недельки 2-3 от начала, ну, или месяц пройдете, вот это вот, уже смело применяйте, и все будет хорошо. Укрепятся стенки сосудов изнутри, особенно артерии от B12, а при дефиците они разрушаются, а в артерии в стенках образуются кляпы холестерина, значит, атеросклероз, значит, просвет сужается, значит, кровоток и питание самих же сосудов снижается, ломкость увеличивается, вот вам инсульты и инфаркты в том числе. Вот так. Ну, и, конечно, питание, извините меня, никакой животных белков, жиров, там это сейчас убираете из рациона, ну, если уж совсем не можете, там оставьте, конечно, какую-нибудь там сметану, это, по крайней мере, жиры, хотя лучше убрать, да, ну, вы понимаете, и, в общем, вот то, что я рекомендую, у меня есть такой мини-инфопродукт, но это отдельная тема, мини-инфо у меня в блоге номер 17 по питанию, вот можно его приобрести, он и стоит там рублей 500 копейки, там идеальное питание показано. Ну, слушаю дальше вас, да. Ага, как сделать кровь более жидкой в домашних условиях? Очень просто. Жидкая – это значит, вот вы воду выпили, она уже более жидкая. Но есть понятие вязкости крови, густота и жирность крови, три разных показателя. Значит, я подробно рассказываю это в лекции своей, которая называется «Кровеносные кроветворные системы». Это две системы, по сути, свои, хотя их называют просто кровеносные, но это две, очень важно понять. Я советую вам посмотреть мою лекцию у меня в блоге, еще раз, левая колонка, мои выступления, наводите мышкой, открываются подразделы «Кровеносные кроветворные системы». Смотрите. Вот я вам подробно это рассказываю, но так грубо, это вода, а вообще в идеале вот это водородная вода. Либо антиоксидантный комплекс, такой как Аквадок или аналог Нью Энерджи, только дешевле его в несколько раз. У нас они тоже там есть, в разделе по прибору жизни, вы можете о них посмотреть подробно, я там все подробно рассказываю. Если сочтете нужным, то ну хотя бы аж до Мэджик. Так, извините меня, любой человек, который имеет возможность себе купить какой-нибудь телефон, эту дрянь, уж по крайней мере может, если понимает значимость, то купить этот же Мэджик, айфон в 60 тысяч стоит. Я вообще в шоке. В 4 раза дороже, чем то, что жизнь спасает за считанные секунды. Ну, в общем, вот так вот. Так что вот вода, в первую очередь, ну что еще? Минимум той пищи, которая закисляет организм и сворачивает кровь. Это как раз крахмалы, это высокомолекулярные белки, ну, в первую очередь вода, потому что она разжижает кровь, разумеется. А вода со свойствами определенными воды, это делает быстрее и активнее гораздо. Поэтому, кстати, те центры супердолгожителей, у меня есть такой раздел интересный, в блоге у меня на канале YouTube о долгожителях, долголетии, я там анализирую, аналитику провожу по регионам и прочее. И вот в частности, причинно-следсвязи указываю, в частности, они все, уверяю вас, в тех местах, где вода обладает определенными вот этими физико-химическими свойствами, уникальная вода. Вот там центры супердолгожителей, по крайней мере, они там были когда-то, но сейчас это уже долгодоживатели, потому что, к сожалению, уже дети изменили образ жизни, питание, им проще не растить самим, а что-то купить в магазинах, родителей престарелых своих, которым 100-120, они кормят этим, и они уже не живут 140-150, а их дети еще меньше и по нисходящей. Это беда нашей цивилизации современной. А завтра мы будем думать, что это вообще неестественно. Какие травы? Как эти вот сейчас академики? Хотели там, я не знаю, сделали они или нет, это гомеопатия, лженаука. Ну, дебилы и сволочи, что тут можно сказать? Гомеопатия, лженаука. Ну, дебилы они, и все. Или сволочи. Одно из двух. Ну, ладно, слушаю вас. После чистки чесноком в течение месяца начала беспокоить печень. Тупая разлитая боль в правом погреберье усиливается вечером ночью. Что это может быть? Я понял. Значит, смотрите, чеснок это является самым сильным на планете желчегонным средством. Никаких аптечных, более сильных нет. Самый сильный на планете, теперь вы знаете, копейки стоит этот чеснок. Но, если у вас есть камень в желчном пузыре размером от 6 до 8-9 миллиметров, то это нельзя, потреблять чеснок, потому что, если камень пойдет, он может встать и либо повредить стенки желчного протока, они как раз иннервируются, боль может быть. Печень, кстати, сама не болит, там нет нервных окончаний. Вот, значит, либо встать в ампулу, по общему желчному протоку пойти, извините, в капсулу, это проход между, так сказать, в 12-перстную кишку, и он там сужен, и тогда возникает очень раз серьезных проблем. Может быть, дискинезий желчеводящий пути, и тогда тоже, и перекрутка желчного пузыря, там тоже из-за этого может быть, а чеснок, он провоцирует сброс желчи, понимаете, в чем дело. А у вас перекрутка, там дискинезии, или что-то наподобие, или какой-нибудь холонгит и прочее, в общем, посмотрите мою лекцию у меня в блоге, которая называется «Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа». Хорошо? Вот. Ну и еще давайте последний вопрос, а то у нас уже будет... Да, давайте, еще один вопрос про демодипоз. На ресницах легкая степень. Врач посоветовал протирать места зуда миромистином месяц. И все. Что можете посоветовать? Спасибо. Конечно, и все. Что же врач еще знает по этому поводу? Это прям как комедия. Раньше были врачи энциклопедические, знания. Они хотели изучать, стремиться к чему-то. А сейчас дом, быт, телевидение. Что врач хочет? Как развиваться? Специалист ли врач? Или он только инструкции? Вообще, это большая беда. Я вот не хочу охаивать никого-то. Мне просто горестно от этого. Я так бы не хотел этим заниматься. Ну, как бы... Вы знаете, сколько видов деятельности? Вы представить не можете. А я вот этим занимаюсь как бы факультативно. То есть просто знаю и хочу эти знания донести, встряхнуть людей, чтобы они думать начали. В общем, короче говоря, демодекоз, это... Кратко скажу. Это такие настойки спиртовые с жгучим перцем. Это прополис спиртовой 50% и так далее, и так далее. У меня есть такой... Там копейки какие-то стоят, тысячу рублей, наверное. Такой есть мини-инфопродукт, по-моему, номер три. У меня в блоге, где как раз про демодекоз. Вот возьмите, и вы будете все знать. Ну, вкратце я уже сказал. Остальное о мертвом припарке. Ну, и помните, что у вас не только на ресницах. Это там может быть очаги, а дальше-то на лоб может пойти. Вот если вы берете лоб, вот так вот пальцем делаете, и перхоть падает, ну, скорее всего, есть. И там. Вот, так что вот так. Ладно. Ну, дорогие друзья, давайте на этом и честь знать. Я рад вас сегодня слышать, видеть не вижу, но присутствие ощущаю. Я надеюсь, что в результате сегодняшней нашей беседы, моей лекции вы получили очень важные знания, жизненно важные знания, которые теперь уже заставят вас погудят, так сказать, изучать. У меня это знание я даю бесплатно, открыто в блоге, пожалуйста, на канале YouTube. Изучайте это как вот глоток воздуха, как для жизни, для вас, для семьи, для близких, для детей ваших это будет жизненно важно. Я даю знания простым, доступным языком, как вы убедились, понятно и четко, без всяких толкований, как оно есть. Но я надеюсь, вы благодарны мне за то, что сегодня я выступил перед вами, а я вам благодарен за то, что вы слушали и что вы небезразличны к своему здоровью. Берегите себя, будьте здоровы, будьте здравомыслящими людьми и если сочтете нужным, то, соответственно, сделайте то, что я вам сегодня рекомендовал, моих рекомендаций было много, переслушайте данную, очень информативную лекцию мою сегодняшнюю, пока у вас еще такая возможность будет по ссылочке, которую вы получили сегодня, кто-то вчера. Ну и что ж, кто будет в Москве, приезжайте на выставку 25-26, мы каждый месяц в конце проводим, меня вы найдете в моих блогах и так далее, в моих сайтах. И на этом, пожалуй, все. Всего вам самого лучшего. До свидания. Будьте здоровыми. Продолжение следует...